Субтитры создавал DimaTorzok Пуговица оторвалась. Пришлёшь? Да, конечно. Давай. Снимай рубашку. Серёжа, подожди. Это глупо, наверное. Ну, давай ты опоздаешь на свой самолёт. Откажись от этой работы. Теперь уже нельзя. Или ты хочешь, чтобы бедные нефтяники остались на своей платформе без врача? Вот они-то никакие не бедные. И мы тоже не будем бедны, если я немного поработаю на свежем воздухе. Три года в Баренцевом море? Это немного на воздухе? Аня, но нам нужна квартира. Мы не можем жить с твоей мамой. И видеться раз в полгода? Нет, Серёжа, никакая квартира этого не стоит. Ну, почему полгода? Я каждые три недели смогу выезжать на материк. И у тебя, наконец, будет причина взять отпуск. Всё, 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 всё. Всё, всё, всё. Всё, всё, всё. Субтитры сделал DimaTorzok Эй, пришли каланты в 15-й ученица на пушках. Итак, ты Ира. Новенькая. Меня зовут Наташа. Твой ключ. Твоя форма. И твои назначения. Все разобрать начни с пятнадцатой. Welcome aboard. Спасибо. Что вы делаете? Да. Алло, нет. Разбудила? Шагрова, помнишь? Угу. Спортсмен. Вчера в реанимацию перевели. Диабет, в инкардию. Наша новенького, с таблетками Достокова. Попытка сует, да? Да, лекарство наше. Новенького успела отнять у него таблетки? Да, успела, слава богу. Психолога вызвали. Отлично. А теперь скажи мне, как так получилось, что у пациента был доступ к лекарствам? Замок у шкафа был сломан. Я сказала, что было починили, но тут бардак. Перевозят вещи нового за в отделение, видимо, забыли. Так, нам еще суицидников не хватало в отделении. Наташа. Давай ему добавь два кубика реланевума. Капельницу. Добавляем. Да. Ты чего затихла? Голосы крови в прихожей. Боже мой, я сошла с ума. Точно, Сюкров приехала. Что, в семь утра? Без объявления войны? Не говори. Ну хорошо, сейчас разберусь. В любом случае, скоро буду. Ждем. Бабушка, а это куда? Ой, пожалуйста, Женя, называй меня по имени. Бабушка, это из сказки что-то. Я все-таки профессор кафедры иммунологии пока еще. Хорошо, Раиса Михайловна. Ой, слушай, корюшка. Моя любимая. Как заказывали. Привет. Я Ира. Прости. Олег, ты где? Мама, а ты не опаздываешь? Ну вот, я собираюсь, тороплюсь. Здравствуй, Анна. Здрасте, Раиса Михайловна. Ты превосходно выглядишь. Просто цветешь. Спасибо. Извините, я тороплюсь, заработала. Уважно, уважно. Мама, что она приехала-то? Ну, по своим делам, наверное. Анна, выйди, пожалуйста, сюда. Возможно, я была не права, не предупредив вас заранее о том, что я в Москве только из-за суда. Какого суда? Я подала в суд иск, чтоб признали моего сына погибшим. В заседании сегодня я хочу поставить памятник Сереже на Серафимовском кладбище рядом с отцом. Памятник? Но ведь папу так и не нашли. Прошло больше пяти лет. Женя, это очень много. Я так больше не могу. И я хочу просто приходить к нему туда. Да как вам не стыдно? Нет, никаких доказательств смерти моего мужа. Как вы могли? Я сошел с ума, начал новую жизнь, уехал на край света, в конце концов. Да мало ли что могло случиться. Я очень надеюсь, что вам никто сегодня не даст этой справки. До свидания. Раиса, может, ты зря это затеяла, а? Да, Света. Да, Света. Раиса там психует. Ну, пожалуйста. Заседание два раза уже переносили. Жизнь новую начать хочется. Спасибо. Алло, Света. Алло. Света. Алло. У нас же сегодня заседание. Я пробки застрял. Только не отменяй. Попроси, чтоб подождали. Алло. Придуми что-нибудь, пожалуйста. Алло, да я ничего не слышу. В трубку, говори. Слышка, она вас не слышит. Алло, ну я тебя уже здесь жду. Алло. Я не знаю, как это сделать. Алло, ну говори в трубку. Где? Уроды, чтоб об ушки подрывала. И как я теперь поеду? О-о-о-о. Целы? Да я в порядке. А вот эти. Нога. Да быстро никому не звонить. Давай всю поехал. Да не поеду я. У нас все хорошо. Я медсестра. И у вас не все хорошо. Да быстро. Нога. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, держись, держись. Тихо. Тихо, тихо. Не отключаться. Имя. Сколько тебе лет? Слышишь меня? Его Миша зовут. Миша. Ему двадцать один год. Он не умрет? Все будет хорошо. Тихо. У парня сильное кровотечение. Жгут наложенный, видимо костю повреждена бедренная артерия. Была кратковременная потеря сознания. Тихо. Я старшая медсестра девяностой городской клинической больницы. Больно. Больно. Перелом ключицы. Хорошо. Не надо в больницу. А вам тоже больница не помешает? Нет. У меня разовый опыт. Жена загрызет, если не приеду. Ладно. За сегодняшнее опоздание тягачёв твоя. Нет, Наташа, пожалуйста. Ну, пожалуйста, с новенькой пойдём. Какой стати? Не обсуждается. Ир, знаешь, 119 с палатой лежит? Нет. Да ладно. Тягачёва. Анастасия Максимовна. Артистка? Ну, просто артистка. Народная артистка. Чё? Хочешь познакомиться? Ну, конечно. Ладно. Дарю. Почему без стука? Кто вы, Токаля? Где моя медсестра? Какие лекарства у вас? Что вы меня за время ими впичкаете? Где моя медсестра? Это в каком этаже? А, это не этаж. Это подвал. Ага. Это подвал. Я не понял. Какая-то эвакуация, что ли? Наташа, там какое-то ДТП. Я побежал. Давай. Дай я облегчу. Ты что, полегче, что ты делаешь? Извините, пожалуйста, просто Анастасия Максимовна сказала, что я все не так делаю и выбросила все в кашу, а кашу на меня, ну, как так можно? Новенькая. Пойдем. Телефон дайте, пожалуйста. Жене, позвоните. Держите. Спасибо. Алло. Алло. Это я. Да попал тут в переплет на дороге. Я сейчас в больницу еду. Ты, пожалуйста, попроси, чтобы перенесли заседание. Я… Не поверила. Хоть не орала. Черт, вот пожелал, чтобы ребятам бошки поотрывал. Они так ехали, что с ними просто должно было что-то случиться. Да, конечно. Еще странно. За рулем была девчонка, а травмы все упарно. Так обычно и бывает. Уверен, что за рулем была девчонка? Ну да. Что у вас там? Что случилось? Миша умирает. Ой, господи. Назад. Назад. Не прощупывается пульс. Похоже, остановка сердца. Адреналин преднизолон есть? А в сердце колоть кто будет? Этот? Я не колол и не стану. Не хочу отвечать. Набирай адреналин. Поехали. Куда поехали? На ходу не уколешь. Здесь колоть будем. Нет, повезем в больницу. Поехали, Руслан. Ну? Да не довезешь ты его. Здесь нужно колоть. Кали. Я не умею. Права есть? Что? Права есть. Машину водишь? Да. Бери мои ключи, садись в машину, вези второго пострадавшего в девяностую. Да я не знаю, как туда ехать. Давайте ключи. Я отвезу. Держи. Погодите, а если не выйдет, то отвечать будет. Бегалку включай. Руслан, поехали. Ну? А живешь где? У подруги. Она замуж вышла, уже здесь три года живет. Тоже хочешь? Нет, рано еще. Сначала институт. Хотя... А это что такое? А, это Лилька. Все принца ждет. Так. Что такое? Скорая в приемной. Пошли, пошли. Бегом, мы с песней. ДТП. Открытие, перелом ведра. Остановка сердца. Адреналин, поднизолон, внутривенно введем. Давление попадает. Пусть слабый. Это наша начальница. Анна Брунна Виттл, старшая сестра. Таня! Таня, девушка на рентген! А? Где рентген, знаешь? Вези туда, а я принимаю. Быстро, быстро! Это еще что за исход? Это больница скорой помощи. У меня пациент. Вы занимаете служебный лифт в рабочее время. Ладно. К другому. Что это? Билеты на концерт. Возьми, пропадут. Красиво. Ты что? Слышишь? 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 Ну? Что-то не так со мной. Все в порядке. А я дуравший. С концертом. Нечего. Сходим еще на концерт. Сходим. Пойдете? Конечно. Пойдем. Бежим, бежим. Вот снимки с ДТП. Отнесись, пожалуйста, в камеру хранения. Это вещь пострадавшего. Здравствуйте, Анна Бруновна. Это снимок девочки-мотоциклистки? Да. Ушиб легких, перелом ребра и ключица без смещения. Это вы сегодня спасли молодого человека от суицида утром? Рада познакомиться. Говорят, вас напугала наша актриса? Да нет, она не напугала. Она просто в меня под нос швырнула с завтраком. Скульчика. Лиля, разве я не тебе, Тягачеву, поручила за опоздание сегодня? Лиля. Что? Это правда? Нет, это не правда, Анна Бруновна. Это я сама виновата. Я просто перепутала назначение и сама пошла к Тягачевой. Так и было. Да. Что такое? Почему здесь нужно это носить? Это мебель нового в отделении вселяется. А-а. А сам он где? Его кто-нибудь видел? Тоже мне хозяин. Ира, с суицидником вашим я поговорю. Вы возьмите, пожалуйста, для него назначение у Трубицина. У Константина Алексеевича? Да, у него. Ведите Шагрова дальше и Тягачева тоже ведете дальше. Только будьте смелее. Нет, Тягачева не надо. У меня не получится. Пир, у вас очень хороший, насыщенный первый день. Вы все делаете правильно. Если сдадитесь, проку от него не будет. Лиля, на тебе дедулия 17-й и девушка-мотоциклист. Возьмешь у нее кровь на биохимию и отведешь процедурную на перевязку. Наташа, на тебе третий этаж и пострадавший водитель. Он сейчас в реанимации. Я пошла. Доброе утро. Меня зовут Анна Виттлс. Я старшая сестра. Здравствуйте. Это оказывается трус, Максим. Я вот так вот запросто. Решил избавиться от своих страхов ценой собственной жизни. Да? Не понимаю, о чем. Дура какую-то панику развела. Эта дура спасла тебе жизнь. Ее зовут Ирина. У нее, между прочим, первый рабочий день. Это ее первый пациент. И она запомнит тебя на всю жизнь. Если ты это еще раз делаешь в нашем отделении, то ты подставишь и ее, и все, кто здесь работает. Ясно? А я думал, вы об этом не беспокоитесь. Почему я должна беспокоиться о тебе? Ты взрослый человек. Сильный, молодой. У тебя все хорошо. Как видите, не все хорошо. Вижу. Процесс, к сожалению, необратимый. И реальность такова, что только ампутация сохранит тебе жизнь. Максим, ну, послушай меня. Я понимаю, как тебе тяжело. Но это не значит, что все кончено. Что все потеряно. Сейчас знаешь, какие отличные протезы делают? Никто из людей даже не будет знать, что у тебя протез. Я. Я буду знать. Друзья будут знать. Тренер буду знать. Девушки будут знать. Прекрати истерить. Здесь никто не желает тебе зла. Единственный твой враг, это твоя собственная трусость. Будь мужчиной. Дренаж. Разрыва нет. Мотоциклист в рубашке родился. Только потому, что его Аня успела реанимировать. Иначе мы бы сейчас его не склеивали. Зажим. Тяжело стабильно, пока инотропная поддержка. Как он? Выкарабкался? Да. Скоро заканчивается. Мне тут билеты подарили на концерт. Возьми. Сходите с Олегом. А ты сама. Мне здесь концертов хватает. Спасибо. Как там, Миша? Пока сложно сказать, идет операция. Ты как? Плечо болит. Это понятно, из-за трещины. Сейчас в колитве обезболивающе. Руку положи. Вы были в клубе? Были. Попивали? Или это были наркотики? Ничего не было. Мы заехали на полчаса подругу с днем рождения поздравить. Миша за рулем не пьет. Наркотики вообще не употребляет. Да и мне без него пить не по приколу. Вон такой скорости промчались мимо нас. Кстати, кто был за рулем? Нам с водителем Вольфвагена показалось, что это была ты. Показалось? Миша был за рулем. Да у меня и прав нет. А скорость, ну это же байк. Он летать должен. Ну а так, да, не рассчитали, вот и разложились. Да уж. Как он там? Повезло, конечно, нечего сказать. После жировой боли сердце могло не завестись. Я думаю, выкаракивается. Да ты все не так поняла. Дело в том, что Константин Алексеевич переназначил Шагрову инсулиновой инъекцией. Я посмотрела дозировку, мне кажется, это перебор. Вот и хочу уточнить, чтобы не было ошибки. Волнил Казани и все. Я все понимаю, но Анна Бруновна... Слова Анны воспринимать серьезно просто нельзя. Понимаешь, ну у нее умер бы, потому что у нее вырос этот нимб. Все-таки далека от реальности. А реальность-то в чем? Что ты медицинская сестра. И должна выполнять указания врача. А если ты самая умная, вылетишь от сюда самая первая. Слушаю вас. Константин Алексеевич, здравствуйте. Это Ирина Леведева, медсестра из терапии. Я прошу прощения, что беспокоила вас. Но дело в том, что в вашем назначении Шагрову дозировка составляет 18 единиц. Но мне кажется, это очень много. Ведь из расчета на глюкозу... Леведева? Да. Вы что, недавно в отделении? Первый день. Прекрасно. Деточка, будь добра, выполняй мои назначения четко и вовремя. Значит, твой первый день может стать твоим последним. Ясно? Ну как там? В миру. Свекровь надолго здесь? Нет, сегодня же уедет. Звонила только что. Через час у меня с ним встречу. Узнаю, как прошел суд о признании Сережи погибшей. Ты что, серьезно? Вот так могут без тебя признать? Могут. Но мне совершенно все равно, что не напишет свою бумажку. Звонил главврач. Этот мотоциклист – сын депутата Гордумы. Так что просил проявить повышенную заботу. Лучше бы этот депутат синишки мотоцикл не покупал. Вот это была бы забота. А что у парня с алкоголем и наркотиками? Ничего, чисто. Странно. Наташа, проверь тогда результат от теста его подруги. Угу. Хорошо. Опять ты? Что тебе надо? Вы что, отпустите руку? Я капельницу просто хотела поправить. Вы на нее легли. Отпустите руку, мне больно. Не подходи ко мне. Дура, косорука. Понятно? Кто тебя взял сюда такую? Прости. Я виноват. Да нет, это я виновата. Борю, прости. Просто настроение такое. Хоть в петлю лезь. Вот в петлю не надо. Ясно? Ясно. А тебя как зовут? Ира. Меня Макс. Ой, инсулин. Я же тебе укол забыла сделать. Ложи скорее. Ты из-за диабета так что ли? Не надо. Диабет это не приговор. Не бойся, я в мышцу хорошо колю. Ко мне все соседи ходят. Ну что, не больно? Я же говорила. Ты чего? Вы, да подожди, я сейчас на помощь позову. Пожалуйста, быстрее сюда, на помощь, быстрее. Врачей вызывай. Я не знаю, как так вышло. Я ему вкололу инсулин, который трубиться назначил. Где глюкоза? Держи его, Наталья. Держу его. Ира. Глюкоза. Так. Да? Держи его. Держу. Держи. Глюкоза, я не умею. Давай мы его не удержим. Давай. Нет, ему будет больно. Десять секунд, он умрет. И ты будешь в этом виновата. Кали. Кали. Контроль сахара в крови каждый час. Да. Что у вас происходит? После введения восемнадцати единиц инсулина у пациента Шагрова началась гипогликемическая кома, сопровождающая судорожным припадком. Мы ввели двадцать миллилитров сорокопроцентной глюкозы внутривенно, после чего припадок прекратился и состояние стабилизировалось. Сколько по времени длился припадок? Минуты две, не больше. Ничего себе. Он у вас помереть мог? Это у вас он помереть мог, если бы нас не оказалось рядом. Надо было срочно переводить его в реанимацию, звать врачей. Вы инструкцию не читаете? Если бы мы следовали вашим инструкциям, у нас все пациенты бы померли давно. Этот случай с Шагровом не первый. Динамику напомнить? Перед введением инсулина надо было сахар померить. Трубицын, конечно, гад редкостный, но ты сама знаешь, какие у него связи. Так что не цепляйся с ним, но хотя бы до прихода нового начальника. А кто-нибудь, кстати, слышал что-нибудь про этого нового? По количеству мебели, которая въехала до него, такое ощущение, что он очень любит везде чувствовать себя, как дома. Я лично с ним не знаком, но знаю, что в окружном военном госпитале на него просто молились. Ладно, я к Тягачевой. Пока. Давайте. Аккуратненько, аккуратненько. Так, сейчас тут пазы надо... Нет, не вошло. Так и как я выходить буду? А заходить? Все ясно. Выносим. Аня, ты не торопись так, ей-богу. Так, Сонечка, подождите меня, пожалуйста, в коридоре. Выходим, выходим. Спасибо. Быстро, девочки. Спасибо. Двадцать шесть минут. Я пытаюсь вызвать кого-нибудь из персонала. И прислали мою медсестру, какую-то девчонку. За это время можно вознестись и на страшном суде отчитаться. Ну, отчитаться я думаю, вряд ли. Ну, у меня мало грехов. Да, я думала, у актрис много грехов. Романы, поклонники. Ну, поклонники тут вообще ни при чем. А романы? Романы у меня всегда были по любви. А любовь к греху не может быть. Да. Анастасия Максимовна, за что же вы меня так не уважаете? Мы же с вами столько пережили вместе. Ведь обижая мой младший персонал, вы обижаете меня. Аня, я умираю. Аня, что вы делаете? Аня, прекратите. Аня, вы знаете, я просто приснился, очень страшный сон. И я решила разложить карты. И знаете что? Знаю. Двести тридцать на сто двадцать. Ань, знаете что? Давайте я разложу вам. Ну, давайте. Хорошо. Аня, с одним условием. Да. Что вы больше не будете обижать моих девочек. Не будете кидаться в них кашей. Простите меня, пожалуйста. Таблетками. Простите, ради Бога. Это все от недостатка внимания, Аня. Так. Вот так. О. Король Жизлов. Влюбленные. Императрица. Все верно. Вас ждет большая любовь и смертельная опасность. Замечательно. Замечательно. Опасность, любовь. Это для пятнадцатилетних. Мне через два года сорок лет. Аня, у вас чудесный возраст для любви. Поверьте мне. Конечно, поначалу будет очень сложно. Но чтобы началась новая жизнь, старую нужно разрушить. Она и так уже разрушена. Пять лет назад. С тех пор, как пропал без вести мой муж. Единственный любимый мужчина в жизни. Ну что ж. Тогда надо разрушить теперешнюю жизнь. Человек не должен, не может жить в прошлом. Можно. Если нет ничего, то можно. Будьте добры, подайте мне рукопись. Пожалуйста. Благодарю. Алло. Алло, да, Раиса Михайловна. Простите, ради бога. Да, да. Я бегу. Да, пожалуйста. Вечером увидимся? Надеюсь. Не признали все, как ты хотела, Аня. Все отложили. Все решения легли на полку. Раиса Михайловна, ну это ж какой-то суд. Но он же не может решать воскрешать людей или хранить. Ну, простите меня, я с утра в сердцах. Я была не права, вы, мать, в комитете полное право поставить памятник, какой вы хотите. Ну, ну, пожалуйста, успокойтесь. Анечка, ты меня прости. Ну пойми, ну, сколько мне еще? Все, ничего осталось. Мне важно, чтобы на нашей плите его имя было. Пожалуйста, не уезжайте сегодня. Я не могу, у меня завтра консультация у дипломников. Там человек подавился. Асфиксия, прием гемблиха и все дела. Ты с ума сошла? Я сто лет этим не занималась. Да? Тогда обещайте, что и едете хотя бы завтра. Хорошо, хорошо. Ну, давай же. Отойдите, пожалуйста. Спасибо, дорогая. Спасибо, дорогая. Ставьте, ставьте, ставьте. Что здесь сегодня целый день происходит? Скажите мне, пожалуйста, во что вы превратили медицинское учреждение? Вы мешаете персоналу в лифт не войти, по коридору не пройти. Почему мы без бахим? Потрясающе. Так. Так. Мама! Тихо ты. Да что ж такое? Извините. Вам помочь? Да, Вер, да я не знаю. Я не знаю, что делать. Все? Вад... Вад Николаевич? Я просто вас не видела. Вы здесь новенький, наверное, да? А, ну да. Я буквально первый день. Да? Тогда можете, когда вы закончите с этой мебелью, починить мне кран, наконец. Я просто Николаевичу звонила несколько раз. Он обещает, никого не присылает. Это возможно? Вы умеете? Вы сможете? А вообще многие говорят, что у меня золотые руки. Отлично. Пожалуйста. Спасибо. Я вас позову. И замок почините, наконец, пятнадцатый. Ушибы грудной клетки. Обследование покажет, что там. Подключаем к мониторам. Отлично. Извините. Прикүрек. Ну? Один изₕ�. ПрикүрIGH. Один изₕ. Есть. Второй椔,你好? Пишите, когда van? Подключай к месушке. У sentido体声. Что? 諒 У nickт какой? Уún encouragement! Расскажите, а он не убрёт? Не волнуйтесь, не уряд. Идём я на токсикологию, пожалуйста. Спасибо. Врача. Позовите врача. Ваш пациент, у него прибор пищит. Это Тим. Переходите туда, вам нельзя. Довожу до вашего сведения, что в рядах сотрудников клиники убирается халатность, нарушение субординации, хамство и оскорбление в адрес лечащего врача. Учитывая вышеизложенное, прошу принять меры к медицинскому персоналу отделения, а конкретно Клебедевой И.В. и Витлз А.Б. Ирина Васильевна, что вы можете рассказать по данному вопросу? Раз назначение пропало и если Константин Алексеевич утверждает, что я его украла, то ничего. Я ему звонила много раз, чтобы уточнить назначение. А кто-то может это подтвердить? Да. Медсестра Лилия Бушуева. Можете. Я видела, что Лебедева кому-то звонила, но я не знаю, кому. Руслан Тимурович, но если Ирина утверждает, что она звонила с телефона отделения на мобильный, можно получить распечатку звонков? Хорошо. Вот еще такой вопрос, Ирина Васильевна. Почему вы в спорной ситуации не обратились непосредственно к старшей медсестре Анне Бруновне? Руслан Тимурович, ну посмотрите на эту девочку. Она в отделении первый день и с подобными ситуациями не сталкивалась прежде. Я считаю произошедшее исключительно врачебной ошибкой. Медсестра четко соблюдала субординацию, выполняя указания лечащего врача. Хорошо. Ирина Васильевна, Лиля, можете идти. Константин Алексеевич, вы тоже свободны. Анна Бруновна, присядьте, пожалуйста. Я знаю все, что вы скажете. Вы скажете, что Трубитцын негодяй, а ваша медсестра ангел, и что вы немедленно напишите заявление об уходе, если я посмею ее уволить. Так? Я не скажу, что Трубитцын негодяй, а она ангел. Я скажу, что Трубитцын врач с двадцатилетним стажем, а она не новобранец без опыта. Послушайте, что вы все сделаете? Вы кран всестринской починили у меня уже? Познакомьтесь, Анна Бруновна. Это наш новый заведующий Игорь Борисович. А это наша старшая медсестра Анна Бруновна Виттлс. Рад буду с вами поработать, Анна Бруновна. Да, и с вашим краном все будет в порядке. Я вызвал бригаду сантехников на завтра в девять утра. Кстати, с техническим персоналом больницы надо как-то разобраться, чтобы мы больше не отвлекались от наших профессиональных обязанностей. Согласна? Согласна. Очень приятно познакомиться, Игорь Борисович. Взаимно, Анна Бруновна. Я пойду. Да, вы свободны. Остановка. Адреналин, атропин, хлористый. Качаем. Фибрилляция. Давайте фибриллятор. Придний залом. Илья Викторович. Шестнадцать-двенадцать, время смерти. Вытаскивал, вытаскивал. Бесполезно. Виттл со мной, Бруновна. Латышка. Отец, Латыш, Бруно Виттлос, герой Советского Союза, подводник. Погиб на военной службе. Замужем? А муж пропал без вести. Он был первоклассным военным хирургом. И упал в море с нефтяной платформой. Тело так и не нашли. Это ты была за рулем. И думаю, это был кокаин. Правда? Я только одно не могу пугать. Как же он позволил себе себе здорово, зная, что ты под кайфом, а? Он не знал. Он вообще не знает, что он юхал. А что же он тебя выгораживал тогда? Я думаю, что у меня прав нет. А вот дитя он меня научил. То есть ты понюхала и решила прокатиться? Да чего вы ко мне привязались? Его мать все равно не даст раздуть эту историю. А я и так наказана. Наказана? Ну, хорошо. Пойдем-ка. Проходи. Вы в своем уме? Зачем вы меня сюда привели? Этот человек погиб из-за того, что эта дрянь нанюхалась на шкаты и села за руль мотоцикла. Смотри. Вы Анна? Да. Я мама Миши. Галина Михайловна, депутат городской дома. Мы можем в сторонке поговорить? Да. Понимаете, Мишуля у меня единственный сын. Вы как женщин должны меня понять, что никого дороже у меня нет. Мы его воспитывали с мамой, с моей. Я много работала и, наверное, многое выпустила. Но если он за рулем был пьяный... Можете не беспокоиться. Пришли результаты анализов. У вашего сына они чистые. А вот у его девушки обнаружены наркотические вещества кокаиновой группы. Я не хочу, чтобы наша семья была замешана в этой истории. Кокаин, аварии и все такое. Не нужно этого. Ну, кто у нас по молодости не совершал какие-то ошибки, тем более сейчас, когда так милособлазны. Анна, мне сказали, что это вы спасли жизнь моему сыну. Примите это как вознаграждение за ваш тяжелый труд. Ну, и забудем о ненужных подробностях. От этих ненужных подробностей погиб сейчас человек. Ах ты, боже мой, какая трагедия. Жена дети. Жена дочь. Погибшего, конечно, не вернешь, но я обязательно встречусь с женой. Ну, то есть с вдовой Анны Буруновны. Возьмите, пожалуйста, конверт. От сильного удара образовался сгусток крови, тромб, который оторвался и попал в легочную артерию, которая снабжает легкие крови, так называемый легочный ствол. Ступила смерзма и в таких случаях, к сожалению, ничем уже помочь не можем. В общем, я сожалею. А мы с ним сегодня разводиться должны были. Он мне с дороги звонил. Говорит, в переплет какой-то попал, что женщина его везет, а я не поверила. Трубку бросила. Даже не попрощались. Мы понимаем ваши чувства. Словами тут не поможешь. Это я везла его с места происшествия. Он всю дорогу рассказывал про семью. Про дочку вашу. Алену. Да? Да. Про вас. Да. Дочку-то он любит. А во мне? Что он мог сказать? И по мне ругал, наверное, да? Нет. Он вас тоже очень любит. Хоть вы и разные по характеру. Надеялась помириться. Да. Константин Алексеевич, моя смена закончилась. Отлично. Я через 20 минут освобожусь. Хорошо. Я уже скучаю. Я с ней поговорю сегодня же. Обещаю. Привет. Привет. Сейчас я тут разгребу, подожди-ка. А давай я тебе помогу. Давай. Ну что? Подтвердили? Только что. Дамаск завтра в девять утра. Ты что-то поговорить хотел? Поехали. Времени мало, потом поговорим. Поехали. 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 Нет, восьми билет. Не пойдем, больная на консорт. А саринец? Все вечно будет продолжаться. Рано своей женой не уйдет. Я это все знаю. Продолжаю, продолжаю. Сама тебе тоже нужна. Наверное, самый плохой советчик в таких делах. Одно знаю точно. Он у тебя жив, здоров. Здесь, сейчас. Только это важно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот. Дедушка перед погружением в Баренцево море. Бруно любил море больше всего на свете. Иногда мне казалось, что море его дома, а не мы с Анютой. И дочь у него. Здрасте. Привет. А вот это мама. Маленькая. Смешная. А вот это папа. Это моя любимая. А вот моя любимая. Ой. А я никогда не видела такую фотографию маленького Сережи. Это не Сережа. Это Женя. Господи, ну одно лицо. Невероятно. Ну, вот видишь, как получилось. Анюта все себя без остатка отдала Сереже, Женечке. А мечту свою не реализовала. А я тебе так скажу. Это был там был двух талантиновых хирургов. Надо было ей в институте восстановиться. Что теперь? Да и какой институт с маленьким ребенком? Сережа в ординатуре, я в школе. Тоже ведь детей не бросишь. У всех была своя жизнь. Вы что? Еще не ложили, что ли? А я на ранний рейс билет заказывала. Боюсь проспать. Ну, а что это за альбом? Я про эти фотографии уже и забыла. Я их у Сережки по штучке вот загоняла. Ты бы их не дала, а я боялась, что у вас попадет. Теперь дарю вам вещи, что не в обиде. А вот эту фотографию я искала. Я думала, она потерялась. Мне она так нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Доброе утро. Привет. Что, испугал? У меня привычка после работы на скорой приезжать ни свет ни заря. А ты что так рано у нас? Две смены взяла? Нет. А у меня электричка ранняя. Ты извини, я снова твой халат надела. Свой просто постирать еще не успела. А что ты в нашу прачечню ты не сдашь? Они там все быстро делают. Разве так можно? Я думала, мы туда только казенное белье сдаем. Такая наивная, ей-богу. Ну, официально, конечно же, нельзя. Ну, так все делают. Ну, что, по дозе колумбийского? Это что такое? Здравствуйте. Я новая сиделка Алексея. Это мне уже сообщили, но я не понимаю, почему вы спите на моем муже? Я не спала, я только глаза прикрыла. Девушка, я даже слышала, как вы храпели. Алло, Константин Алексеевич, вы знаете, есть вопрос. Да. Вы у себя сейчас? Хорошо. А что здесь происходит? А нас выселяют. Вы что делаете? Это жачки. Почему нас выселяют? Ты куда? Это моя сумка. Стоп. А разрешение начальника среднего медперсонала у вас имеется? Главврач разрешил. Сказал, кто недоволен, пусть ему звонят. Отойди, женщина. Какой кошмар. Я больше не оставлю своего мужа здесь ни на минуту. Здравствуйте, Марина. Вы присаживайтесь. Обеспечить такой уход, как в больнице, в домашних условиях практически невозможно. Я понимаю. Но, наверное, теперь это мое дело. Я сама разберусь. Не волнуйтесь. И все-таки я бы не рекомендовал вам забирать мужа домой. К тому же дома возникнет вероятность воспаления легких. Правда? Тогда я прошу поменять сиделку, потому что эта на рабочем месте спит. Капельницу отнеси на третий этаж в ординатор с вами. Более. 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 А кто последний сюда? Кто последний? Неважно. Приколюбку. Маш, система у Егорова стоит? А, ну, Бруновна, вот и вы. А мы тут анекдот рассказываем. Мила, а можно узнать, что происходит? Ничего не происходит. У вас новая, сестринская, кстати, с отличной сантехникой. Меня и прежняя устраивала. Вот значит, это тем более устраивает. Вы издеваетесь, что ли, Игорь Борисович? Просто нарочно? Сегодня проверка. Эти папки кто-нибудь сортировал? Не волнуйтесь. Так, Анна Бруновна, ребята-грузчики, все аккуратно сложили, так же аккуратно все перенесли. Ребята-грузчики, вы знаете, сколько мы эти папки размечали и раскладывали? Я знаю только одно. У вас большая, удобная сестринская. Все остальное, по-моему, решали. Почему вы не попросили разрешения? Почему вы не спросили меня, сестер? В случае, когда меняешь меньше на больше, по-моему, это не обязательно. А, вы считаете, что это не обязательно? Вам что, пустое место? Простите, я специально. Да нет уж, не извиняйтесь. Конечно, специально. Тем более, что этот халат у меня единственный. Единственный? Тогда я возьму его сейчас у вас. И принесу вам новый. Хорошо? Ах, только подождите секунду. Вы уж не обижайтесь на меня. Да я о чем говорить? Анна Бруновна! Анна Бруновна, там, там такое, срочно! Что здесь происходит? Шурик! Анна Бруновна, это глюкоза. Понятно. Прекрасный противопохмельный раствор. Теперь лучше? Ира, это не то, что ты подумала. Но все равно спасибо, что сказала. Позьми, пожалуйста, халат и отнеси в прачечную. Хорошо? Ну, и что случилось? Химию завалил. Теперь все эти экзамены придется в меди сдавать. И что? Меня Женя, так же, как ты, пересдает через месяц ЭГЭ. Ей тоже напиться? Ну, я виноват, исправлюсь. Выбирай. Десять процентов от зарплаты. Или недели в приемном отделении. Приемная? Прекрасный выбор. Саша, простите меня, пожалуйста. Я просто тут второй день и мне, как всегда, везет. Вот вчера застукала парня с таблетками. Сегодня у вас. Простите меня, пожалуйста. Я просто подумала... Во-первых, Шурик. А во-вторых, сможешь меня поднимить в 17-й палате на пару часов? Конечно. Мне просто отлежаться надо. Без проблем. Вы старшая сестра Анны Виттлс? Да. Здравствуйте. Меня зовут Марина Тишина. Я хотела бы нанять сиделку для своего мужа из вашего персонала. Трубицин Константин Алексеевич сказал, что вы сможете мне помочь. А что случилось с Боссей? По-моему, она занималась этим пациентом. Ну, я бы предпочла, чтобы за моим мужем смотрел более ответственный, а главное, профессиональный медик. Будет работа на дому, за который я готова хорошо платить. То есть вы считаете, что Боссе не профессионально? Она спала сегодня на рабочем месте, а главное, она меня учит, что лучше для моего мужа. Ваш муж впал в кому после инсульта? Это не кому. Действительно, у него поражен мозг, но окончательную диагнозу пока еще никто не поставил. Так что я надеюсь, что, может быть, это не навсегда. В общем, я намерена серьезно забрать его домой. Кстати, ваша эта Боссе-Моссе, как ее там, она вообще заявила, что он может умереть от воспаления легких. Как она вообще такое может мне сказать? У нас прекрасный, теплый дом. Какое воспаление легких? Ваш муж лежачий пациент. В таком состоянии легкие очень слабые. И риск международной пневмонии очень велик. Также есть риск повторного инсульта и острой сердечной недостаточности. Так что девушка говорит вам, все правильно. Оставить Алексея здесь – лучшее решение. А теперь посмотрите. Может быть, она, конечно, и спит на работе, и воспитана не так, как вам бы хотелось. Но я не знаю человека, который бы так же мастерски ухаживал за больными, как она. Так что перед тем, как просить нас увольнять ее и забирать Алексея домой, я бы на вашем месте подумала, найдется ли еще такой человек, как Боссе, и условия такие, как здесь. И не всегда не останетесь, не переживайте. Первый раз в больнице. У меня тоже сегодня первый рабочий день. Душно здесь. Давай вернемся в гостиницу. Ну, вступила в спину, отлижусь. Когда в спину вступает, в обморок не падает. Девушка, простите, пожалуйста, вы не могли бы нас пораньше принять? А что такое? Женщина себя плохо чувствует. Э, я тоже себя плохо чувствую. Кто следующий по очереди, заходите. Ну, ничего, подождем. Танечка, дай мне телефон, пожалуйста. Усблок 40.01? Да. Ладно, походу. А что со мной шепотом разговариваете? Может, вы спите? Бывший. А, так вот почему ты с вызовов ушла. Ну, вовсе не поэтому. Здесь просто график удобнее. Зинаида Петровна, да, это Витлс. Да, да. Как ваш племянник, поживает? Я вас поздравляю. У меня к вам просьба. Подготовьте, пожалуйста, медицинский халат самого большого размера, прошу? Спасибо. Карточка в регистраторе лежит. Посмотрим? Подождите. Подождите. Женщина, вы куда? Мы следующий в очередь. Я инвалид, имею право, без очереди. Ну, все, хватит. Пойдем отсюда. Погоди. Женщина! Сестра! Сестра! Сестра, плохо! Держите. Ноги, ноги, ноги. Повышь, повышь ноги, я выше. Да? Зафиксируй долго. Что с ним? Чуть выше. Доктор, что с ним? Света, Света, ну что с тобой? Света. Все, 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 все. Давай. Игорь Борисович, ваш новый халат. О, чудесно. Анна Бруновна, ну а про размер-то вы могли меня спросить? А как ты меняешь меньшее на большее? Это же можно не делать. Ведь так? Все, все хорошо. Всего доброго. Лиля? Я потом зайду через пару минут. Простите, я не запомнил. Давайте я запишу. Лиля, ты опять опаздываешь? После третьего опоздания ты получаешь три дополнительных часа в неделю в течение месяца. Что тут у тебя? Здесь нестабильность и синокардия. Вот мужа пропустили проводить. Надо в магазин что-то купить, потому что больная и госпитализирована не из дома. Все понятно. Иди переодевайся, я довезу. Спасибо. Простите, пожалуйста, давайте я запишу, что нужно пронести. Я не запомню просто все. Книгу «Шоколад» можно? Она любит шоколад. Можно шоколад. Халат, тапочки, ночную рубашку, зубную щетку, зубную пасту. Сходите в аптеку и купите бета-блокаторы. Бета-блокаторы? Бета-блокаторы. Может, сойти. Наташа, а у нас Смирнова же сегодня выписывают? Вроде да, надо проверить. Ну, надо проверить. А пока синокардия в 12-й. Пошли. Петров! Дверь на ключ надо закрывать. Слушай, мне гельчатая нашлась. Что, думаешь, я баб голых не видел? Голые бабы, Петров, в бане. А здесь эксклюзив. Замечательно тут устроитесь. Молодцы. Займитесь лучше пациентом в коридоре. Кстати, Алексеевич, он нечаянно зашел. Раскомандовался. Кто же мне? Начальник нашелся. Индюк напущенный. У этого индюка хватило мозгов медицинский закончить. И стать ведущим ординатором. А может быть, до профессора дорасту. Не дорастешь. Вот так, Гелина Петровна. Так и поступайте. Хорошо? Спасибо, милая. Спасибо. Что нам помогает? Так. Ай, сделала. Смотрите. Хорошо. Вдох. 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 Бросок. Голову ниже. Ниже голову. Инга, что такое? Что-то тяжеловато сегодня. Давай, не мухлюйся, берись. Прям держи. Скорость! Скорость! Что за дела? Что за дела? Скорость! Что за дела? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Свет, не могу найти сменку для садика. Куда вы дели мешок? Держи. Это не Света, это Наталья, медсестра из отделения сосудистой хирургии 90-й горбольницы, куда госпитализировали Светлану. Чего? Я с ней недавно разговаривал, все было нормально. Ее что, в скорую увезла? А это я не знаю, но у нее подозрение на инфаркт миокарда. Собственно, сейчас Светлана спит, поэтому я взяла трубку. А вы кто? Муж! Говорите громче, плохо слышно. Светлана, какой телефон в больнице, какой код в Улан-Удэ? Причем не все, Улан-Удэ. Это 90-я Московская горбольница, старая хирургия, двенадцатая палата. В этом подозвоните. Все понял, скоро буду. Сегодня проверка. Я хочу, чтобы все сверкало и блестело. Проверяем все тумбочки, все холодильники. Не хочу видеть ни одной пылинки на подоконниках. Что у вас? Анна Бруновна, пациент поступил по скорости. А у Тигачева снова истерика и давление подскочило. Так, Шурик, вызывай нейрохирурга и зав. отделения. Ира, а ты забери наконец-то Тигачева эти карты Таро. Представляете, только что звонил муж этой новенькой, из 412-й. Но я взяла трубку, представилась, а он мне там допрос устроил. Спрашивает, в каком городе больница? В каком? В Москве. А он мне, не в Улан-Удэ? Вы уверены? Улан-Удэ, это же Бурятия. Да. Подождите, какой муж? Ее муж провожал до палаты. Я говорила, что нужно принести и купить реланиум. Так, ладно, мы разберемся с мужем потом. Как вы заметили, новое зав. отделение поменял местами Сестринскую и свой кабинет. Поэтому наша задача распределить все меджурналы. У меня предложение. Сперва папки разложить по алфавиту. Лен, Лен, обход идет сейчас? Ну, конечно. Кто сейчас у нас? Всем привет, кого не видел? Здравствуйте. Игорь Борисович. Пациент поступил по скорой подозрении на инсульт. Он здесь в командировке. Связались с родственниками. Ждем. Компьютерная томография показывает, что трепанация черепа возможна. Гематому можно эвакуировать. Предлагаю трепанацию и удалить. Но мы этого делать не будем. Пока. Почему? Игорь Борисович, вы не хотите, чтобы Трубицын его оперировал? Дело не в том, что я хочу. Держите. Ир, у нас перчатки закончились. Помите. Это обычная операция? Это палиативная операция. Но существует большой риск. Он может ее не перенести. Без согласия пациента или его родственников. Такую операцию проводить нельзя. Коллеги, подождем. У нас есть еще время. Так. Успенская Инга Вячеславовна. Денадцать третьего года рождения. Жалоб не было. Полностью здорово. Олимпийский резерв плавания. Утром на тренировке в бассейне потерял сознание. Ну, похоже, у нас тут пристеночный тромбоз нарисовался. Нужно сделать коллаголограмму. ЭКГ. Рентгену легких. И дуплексное сканирование нижних конечностей. А это немедленно. Пишу. Мам, обязательно поможем. Не волнуйтесь. Потирайтесь. Можно? Лежи, лежи. Ну, как ты? Нормально. Нормально. Мне только переодеться не вожди. Я все привязывал. Все будет хорошо. Прорвемся. Ты, главное, лишнего не болтай. Константин Алексеевич, я вам тут вот к чаю принесла мед башкирский. У меня у дедушки пасека своя. Константин Алексеевич, то, что там вы увидели, это нелепость какая-то, случайность. Просто сестринская переехала, а у меня еще ключа нет. С двух до половины третьего. Что? Проведение санитарно-эпидемиологических работ и проверка аппаратуры в моем кабинете осуществляется с двух до половины третьего. Обед. Обед разносит. Обед. Шурик, а не хочешь со мной после работы куда-нибудь сходить? Хочу, а куда пойдем? Смотри, можно пойти в клуб «Рай», на крышу мира, можно покататься на теплоходе «Рэдисон». Слушай, а давай махнем на уикенд в Париж, а? Клево? Смешно. Смешно? А ты как хотела? Думал, булочки поесть, по нескучному саду погулять. Это брат Кришкин. Я бы хотела заключить договор с вами. На все время, которое понадобится, чтобы вернуть Алексея, вы должны будете заниматься только им. И давайте договоримся о цене. Сумма стандартная – тысяча. Тысяча? Тысяча рублей в день. Ну, хорошо. Значит, договорились. Простите, а рентген у вас где? А, Инга. До конца коридора на третий этаж. Только сами не ходите, а вас отвезут. Да я нормально себя чувствую. Я сама могу. Садитесь в коляску. Вас отвезут. Саша, отвези пациентку на рентген. На инструменты. Потом. Ну, ладно. Я могу сама. Рентген. Я нормально себя чувствую. Сама могу дойти. Да, сейчас пойдем. Шурик, Шурик. Пропусти у нас в реанимацию. Я. А далеко рентген? На пятом этаже. Может, пешком? Ни в коем случае. Спорим ее быстрее! Проиграли! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, Лилия, бегом! Уперблок с Игорем Борисовичем! Олег, ты поговорил с женой? Наташа, я пришел домой в первом часу ночи. После трех операций лег спать. Извини, пожалуйста. Мне просто очень сложно строить свою личную жизнь между кабинетом и лестницей. Она приехала три недели назад. Ты обещал мне с ней поговорить. Если я обещал, значит, я обязательно с ней поговорю. Сейчас, пожалуйста, Наташа, дай мне спокойно поесть. Конечно. Ешь спокойно. Вообще, живи, дыши, работай, спи. Спокойно. Рентген и дубличесное сканирование. Надо понять, почему незначительные физические нагрузки вызывают такую реакцию. Когда она сможет приступить к тренировкам? Соревнования на носу. Не скоро. Откуда в таком возрасте тромбоз? Вы принимаете какие-нибудь препараты? В смысле лекарства? В смысле допинг? Нет. Послушайте, мне надо знать, как врачу. Вы не бойтесь, я никому ничего не скажу. Но мне очень нужно знать. Можно? Подождите, пожалуйста. Хорошо. Нет, я ничего не принимаю. Хорошо, мы сделаем МРТ сосудов головного мозга. Если она ничего не покажет, тогда... Подумайте, может, вы все-таки решитесь что-то рассказать мне. Мне нужно задать вам вопрос о допинге. Ситуация очень серьезная. Инга вам что-нибудь сказала? Ничего. Тогда я вряд ли чем-нибудь смогу вам помочь. Извините. Вздор! 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 Вздор? Аааа... Вздор? О! Так, давай, залезай наверх, а то у меня акрофобия. Не знаю, что делать. Она не то, что карта, она в палату мне войти не дает. Получается, я должна их украсть? Лиль, вот ты как опытный человек скажи, подожди. Вот Ирке дали смертельное задание — забрать карту у Тягачевой, чтоб она не нагадала себе очередной нервный срыт. И что, она за это в ответе? Обыск в ее обязанности не входит. Что ей теперь делать? Входит. Конечно, входит. Ирина, это непростительная ошибка. Пишите заявление по собственному. Передайте дедушке, что мед был волшебным. Хорошо. Слезай отсюда. Давай, помогай. Наташ, ну, как концерт-то? Что ты молчишь? Ты можешь у Лели спросить или утрупить с ним? Ого! А что ж вы с Олегом? Олег вчера поехал разговаривать с женой по поводу развода. А сегодня весь день от меня бегает. Это значит, что он не поговорил? Как ты думаешь? Грусть тянула, не могу дышать. Кто-нибудь может ко мне подойти или все заняты уборкой? Анастасия Максимовна, я к вам бегу. Опять страшный сон. Змея в грудь укусила. Аня, вам, наверное, это кажется смешным, но я чувствую, что со мной происходит что-то плохое. Заклинаю вас. Назначьте мне новые анализы. Я должна знать, какой у меня диагноз. Понимаете? Аня, я не готова умирать. Не готова. У меня еще роль не закончена, и потому я книгу не дописала. Аня. Анастасия Максимовна, сейчас, сейчас мы померяем давление. Тихонечко. Мы посмотрим пульс. Сейчас все будет. Пульс, давление. Хорошо. А ты оканчивала медицинский? Да. Учиться дальше хотела, но мне запретили. Почему? Семья. У нас в Узбекистане девушкам учиться не надо. Надо замуж выходить, надо детей рожать. Да ты что? Неужели такое еще осталось? Какая прелесть. Ну и долго нечего. Сейчас, наверное, на швы наложат, и все. В этом поведем? Ну да, в комендатуру. Как всегда. Что вечером делаешь, красотуля? Это не тебе, красотуля. Слушай, Шорик, там подружка твоя. В регистратуре с программой не разберется. Просила помочь. Ну беги, беги, я тебя подменю. Чего это вдруг? Ну а что? Я просто очень люблю военных. Понятно. Так, сидим. Здрасте. О, привет, Женечка. Какая же ты красавица стала. А ты чего здесь? Может, что случилось? Да не, я ключи просто дома забыла, а бабушки нет. Вы знаете, где мама? Мама? Слушай, она на обходе. Может быть, я наберу? А, не надо. Есть сюрпризы. А ты что, дочка Анны Бруновны? Такая взрослая. А сколько же Анне Бруновне лет? Я думала, она молодая. Она и молодая. Она просто притворяется. Не могу понять, какая программа работает. Что у вас там? Хотите, помогу? Как хакер-хакер. Коллеги, последний вопрос по итогам обхода. Кого выписываем? Олег Юрьевич, Смирнову. Выписываем? Я думаю, да. Заживает быстро. Анализы в норме. Все, готовьте к выписке. А что там по тягачевой? Тоже выписываем. Бабушка развеялась, в больничке полежала. Пора ей честь знать. Игорь Борисович, я принесла анализы тягачевой. Мне кажется, ей еще не пора. Анализы у нее в норме, самочувствие прекрасное. Здоровей ее, а в всем отделении не сыщешь. Или она что, еще на недельку решила сдержаться? Анна Броновна, я сам посмотрю анализы тягачевой. Скажите, как там ситуация с перчатками? Только большие размеры. Я после летучки скажу, главному буду просить. Так, кстати, о главном. Скоро проверка. Женщина, мне булки не хватило. Неправда, я вам давала. Тогда какао налейте. Какао? Ну ладно. Я с вами. Прямо. Спасибо. Вы хотите ради левого? Да, я с вами с вами. Командировки, аня! Командировки, аня! Командировки, я тут детям. Командировки, аня, я здесь командировки! Помогите! Я дочери коса заплетал, сопли вытерял! Ездить с любовником, тварь! Ты мне... С любовником развлекать, я задушил тебя! Ты всю жизнь будешь работать, ты поняла? С ума сошли! Тварь! Руки убери! Я убью тебя, ты поняла? Тихо, 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 тихо! Все, 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 успокоилась! Попрызг, уходи! Мам! Вы еще и боксируете, а, Анна Врановна? Я деда шпучил. Женя, ты что здесь делаешь? Да ничего, я просто ключи дома забыла, а бабушки-то нет. Анна Врановна, вы стоите в комнату! Надо расходить с ней! Что-то еще вообще происходит? Ой, неспокойно! Закрой дверь! Ай-яй-яй, как это она вас? Прямо скалечила? А вам-то что? Я бы на вашем месте все равно был поаккуратнее. Это все-таки больница, может возникнуть сепсис? Какой сепсис? Гнойный. Я бы на вашем месте поговорил с главврачом и снял бы побои в нашем трамп-пункте. Готовьте к операции. Один из сосудов, снабжающий сердце крови, немного забился. Ткани сердца страдают от нехватки кислорода. Сосуд нужно прочистить. Возможно, вы говорите, прочистить, как раковину. Опасно? Ну, риск есть, но операция рядовая. Доктор очень хороший, опытный. Вы молодая, все будет отлично. Анна Бронова, можно вас? Здесь все ясно? Теперь по тягачевой. Что вам не понравилось в ее самочувствии? Почему вы настаиваете на невозможности ее выписки? Она в последнее время очень сильно похудела. И ноги при этом стали оттекать. Давление все время высокое, хотя у нее гипертония. Я, конечно, понимаю, что это все связано с эмоциональными перепадами. Страшные сны, гадания. Дышка. Да, есть. Направьте тягачев на ремень. Хорошо. Хорошо. Правда? Правда. Ой. Стоп, стоп, стоп. Гудилина мы выписываем. У него все хорошо. Отправляем домой, к семье. Ладно. Но рана не глубокая. А если бы она ничего не сделала, этот идиот вызвал у пациентки приступ. Мы бы сейчас обвиняли ее в бездействии. Посмотри, судя по отпечатку пальца, это был классический хук справа. Какой-то беспредел. Не больница, а спортивный зал какой-то. Я в Минздрав позвоню. Инга Вячеславовна, мы нашли причину ваших обмороков. Как может взрослый опытный мужик, тренер, поставить под удар жизнь молодой и здоровой девушке? Обращаю, Блюсь, я. Я проконсультировался с коллегами, связанными со спортом. Лазикс. Я прав? Даже если это так. Противопоказаний-то нет. Противопоказаний из даже в аскорбинке. Саша, покажи. Дуплексное сканирование показало наличие тромбов в сосудах нижних конечностей. Когда частички тромбов поступают в легкие, участок мозга испытывает кислородное голодание. И Инга теряет сознание. Следующий шаг – это остановка сердца. Я сама виновата. Без глазикса мне не выкрать. Ну кто-то же предложил вам попробовать это средство? Нашел врача, заплатил. Ну только не надо делать из меня монстра. Я ее вытащил из провинции, она никому не нужна была. Вложил кучу времени, сил. Одевал, обывал, кормил. Чемпионкой среди юниоров, между прочим, взял. Инвалидов. Как ты думаешь, что лучше, в тьму-то рака нездоровый или 18 лет он в гробу? Это спорт. Мне что, я в качестве компенсации удочерить, что ли? Не жлоб ты. Это же не жлоб. Ты жлобяра. Что со мной так разговаривать? Спокойно. Я как заведующий отделением запрещаю Успенской Инге Вячеславу непосещение посторонних. Вы ей кто? Никто. Покиньте помещение. Прошу на выход. Ну-ну. Я бы хотела побыть одна. Можно? Господи. Анна Броновна, а что наш персонал быстро учится у вас общению с людьми? А вы бы сами ему не врезали. Я бы врезал. Самое страшное, что она еще не понимает, что спор для нее закончился навсегда. Протофи на распределение. Табление в норме. 130 на 80. Пульс 80. Плохие сосуды. Давай стенд. Так, восстанавливайся. Все, заканчивай. Ань, отпусти меня сегодня пораньше. Мы с Олегом в ресторан идем. У него там сейчас операция, а потом вечер свободный. Они разводятся. Ну, иди, конечно, иди. Иди, иди. Володя, открой! Будь мужиком! Я за рога тебя поблагодарю! Володя, а жена твоя знаешь, что ты вуланутым? А ну-ка, прекратили мордобой! Значит так, я только что из травмпункта. Вот здесь зафиксированы побои, нанесенные мне вашей медсестрой. Если вы сейчас же не выгоните его и разгласите врачебную тайну о состоянии здоровья моей жены при постороннем, я вас всех! Значит так, ваша жена в коме. Инфаркт. К сожалению, осложнившись развитием аневризма левого желудочка. Ну, говоря проще, нарушилось кровоснабжение. Было проведено в свое время кардиохирургическое лечение. Внутри аортальная баллонная контрпульсация. Какие прогнозы? К сожалению, я не могу вас обнадежить. Звоните в отделение каждые четыре часа. Вам будут сообщать новые сведения о ее состоянии. Простите, пожалуйста. Можно я в больнице останусь? Пожалуйста. Пока не закроется на ночь, можете. Спасибо. Вы чай с конфетами будете? В ткани сердца страдают от нехватки кислорода. Сосуд нужно прочистить. А смешно вы говорите, прочистить. Как раковину. Амонтируйте, Аня! Я тебя убью, ты поняла? Аня, слушай! Я буду развлекать эту душу в тебе! Света девушкам купила. Инга, мы связались с Олимпийским комитетом. Они согласны взять вас в свою больницу. Спасибо. Пришлют в скорую рот. Ну, чтобы не по пробкам. Всего доброго. До свидания. Все будет хорошо. Я же смогу вернуться в спорт. Ты сможешь жить нормальной жизнью. Это главное. Здрасте. Отнеси в машину. Эй, спортсмен. Как спина? Нормально. Чего, перевозит? Угу. Ты позвони как-нибудь, пообщаемся. Звоню. Телефон-то запиши. Точно. Говори. Девятьсот шестнадцать. Угу. Семь-семь-семь. Девять-три. Семь-семь. Все. Давай. Не болей. Есть. Я такая счастливая. Слушай, подержи, пожалуйста, я сейчас девочка-мадам. Да, Даша. Привет. Вы живы там? Все целы? Я не подходил, у меня операция была. Да. Давай. Все, давай. Ага, берегите себя. Целую. Алло, Инесса Валентиновна, это я. Я не приду, у меня дежурство сегодня. С Умкой не забудьте погулять, пожалуйста. Ага. Даша дозвонилась. Все, извините, меня зовут. Да. Ага. До свидания. Все нормально. Лель. А ее нет здесь. А ты чего копаешься? Сейчас последняя маршрутка до метро уйдет. Тебе ехать-то куда? А мне недалеко. Ну, ладно. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Кто-то обещал вернуться к ужину. Ой, бабуля, мало ли что она обещала. Небось задержалась на работе, подвезла пациентку, попала в пробку. Ничего себе, никто не спит. А чего вы еще не ложились? Ох, ты же знаешь, что я никогда не усну, пока ты не придешь. Да. Потом мне надо посоветоваться с вами об одной важной вещи. Прямо сейчас? Ну, а когда ты уйдешь, ни свет ни заря, я опять не успею. Ну, давай, советуйся. Я уезжаю. Откуда? В Тверь к бабе Вере? В Италию на три года. Мам, по-моему, твоя поездка – это авантюрная чепуха. Нельзя в твоем возрасте ехать в чужую страну, к незнакомым людям. Почему к ней знакомым? Люди – это знакомые, это семья моей ученицы Татьяны, я тебе про нее рассказывала. А работа гувернантки для меня тоже ничего нового в этом нет. Я же педагог. Ну, ты не знаешь итальянского языка. Во-первых, они хотят, чтобы я их детей учила русскому и английскому. А в магазине объясниться по-итальянски я смогу. Я полгода ходила на курсы. Что? Ты полгода ходила на курсы и ничего мне не сказала? По-тихому, все, да? Доченька, если бы я решила стать чемпионкой мира по парашютному спорту, ты бы и то этого не заметила. Мам. Овсянка на ночь залитая однопроцентным кефиром с ягодами. Ешь. Очень полезно для фигуры. Я уже три недели на ней сижу. А зачем же так заморачиваться? Ты в отличной форме, мам. Ну, для дома, да. Но у меня же в перспективе специалии с ее пляжами. Серенады, купальники, мужчины. Серенады? Мужчины? Отлично. Доброе утро. Мам, чего ты кричишь? Я не кричу. А как же я? Как же Женька? Да. Доченька, ну ты все время на работе. Женька, ну, кое-кто, между прочим, почти в ее возрасте замуж выскочит. Сейчас очень педагогично. Значит, как поехать с друзьями на дачу я не взрослая, а как уезжать в Италию и бросать нас всех я взрослая, да? Жень, сядь, поешь. Вот тебе бабушка приготовила кашу очень полезную. И не бери всякую ерунду. Сядь, поешь, я тебе говорю. Я опаздываю к репетитору. Я тебя подвезу. Ты видишь, Женя то же самое говорит? Ты понимаешь, что ты нас бросаешь? Так и есть, доченька. Вот скажи мне, чем ты живешь? Тобой? Женькой? Домом? Ну, я понятна, я пожилой человек. Но Женька выучится выйдет замуж. Уедет, может быть. Ты с чем останешься? Ты помнишь, как папа учил тебя плавать? То есть ты сейчас хочешь сказать, что ты меня кидаешь в открытое море? Как и звера, так и есть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ой, простите, вы просто ключи в двери забыли. И кто нас застукал на этот раз? Ира, новенькая. Как же мы с тобой так проспали, а? Как-то так проспали. Надо собирать сыну. Надо. Это твое. А это мое. Может, кофе? Наливаем. Постоянно приходят сообщения из Сирии. Там продолжаются столкновения между правительственными войсками и повстанцами. Вчера вечером пять раз сотрудников гуманитарной миссии «Врачи без границ» и группу журналистов были похищены в провинции Талеппо. По предварительным данным, всякие похищенные... Наташа, у тебя зарядка есть? Нет. Повозьми, мы позвоним. Да и я номер не помню. А что, зачем? У мамы день рождения, а я забыл поздравить. Надо заехать к ней будет сегодня обязательно. Ну что, я побежал. А, Кося? Доброе утро, Анастасия Масловна. Доброе утро. А вы что, куда-то собираетесь? Да, я собираюсь на положенную мне прогулку. Нет, никаких прогулок. Вам врач не рекомендует. В прединфарктном состоянии прогулки не рекомендуется. Не рекомендуется, но не запрещается. С каких-то пор я не могу выйти на свежий воздух. Где Анна? Слушайте, что это за назначение? Почему вы бесконечно все путаете? Вы что, хотите, чтобы я жила в этой больнице, да? Господи, да я ни в коем случае этого не хочу. Но в вашем состоянии необходимо следовать рекомендациям врача. Ясно вам? Слушайте, откуда у вас это желание подавалясь? Надирательница! Что? Послушайте, да делайте вы что хотите. Ясно вам? Идите, рискуйте на здоровье. Я пошла. Куда уйдите? Руслан Тимурович, мне нужно лететь в Сирию как можно скорее. В Валеппо похитили волонтеров и врачей. Даша может быть среди них. Ее мобильный почему-то не отвечает. Ни мне, ни матери она не звонила. И до начальства я дозвониться не могу. Мы действительно ничего не сделаем. Мы узнать попытаться можно. Помоги мне. Вот прицепи вот эту штуку сюда. Почти как на операцию, аккуратненько. А я пока позвоню. Оленька, да. Соедини меня, пожалуйста, с Красным Крестом. Так, мне надо обязательно поговорить с Леонидом Сергеевичем. Привет, Леня. Там у вас в Валеппо сейчас находится жена моего сосудистого хирурга. Стохновская. Дарья. Понял. Спасибо. Все, отбой. Связи с ними пока нет. Это их пункт обстреляли. Пока нет. Ну, пока нет. Давай-ка вот в туалет поступим так. Я сейчас прямо тебя отпустить не могу. Я не могу оставить больницу без сосудистого хирурга. Но вот после обеда будет вторая смена. Можешь лететь. Если, конечно, не будет какой-то экстремальной ситуации. Спасибо. Угу. Все-все хорошо. Слушай, посмотри на меня. Тягачева? Опять чудит, да? Ничего, скоро привыкнешь. Ира. То, что ты сегодня видела утром, ты, пожалуйста, не говори никому. Конечно, Наташа, не волнуйся. Это не мое дело. Угу. Юрий, а что у нас с мигалками? Деньги мы отдали. Когда вопрос решился? Отдали, как не отдать. 40 тысяч евро занесли, а у вас и мы не там. Говорят, пока не выходят. Может быть, скорую купить? В смысле? Сейчас модный тренд. Покупают скорую, а внутри делают все, как у хорошего автомобиля. Мигалку вставят и ездят. Ты что, санитару вместо охранника? Чтобы никто не догадался, да? Нет, Жора, это мне не подходит. Отменяй все встречи и звони министерству. Скажи, что Рождественский застрял в пробке и до завтра не освободится. Снявна Аркадьевна. Максим, разворачивайся. Поехали в аэропорт. Алло. Ясно. Крупное ДТП. Везут много тяжелых. Будди Петровой в приемную. Я с Тягачевой разберусь и к вам. Давай. Сколько тяжелых? Куда распределили? Да я близко здесь. Мне просто дочь нужно к репетитору отвезти. Хорошо, еду. Прости. Срочный вызов. К репетитору ты все-таки опоздаешь. Тебя высажу по дороге, хорошо? Масштабная авария. Да ладно, мам, езжай. Сама доберусь. Ты наверняка считаешь, что бабушка уезжает из-за меня? Из-за тебя. Все, ты взяла. Мама, мам, езжай давай. Маргарита Сергеевна, здравствуйте. Дед, я не опаздываю. Я просто заболела. Простудилась немного, да. Да. Тест вам бабушка в ящик бросит. И остальные тоже. Ага. Спасибо большое. До свидания. Держись, Дима. Прости. Бог, ты не умрет? Не умрет. На четвертом этаже есть выход на черную лестницу. Через него можно свободно пройти и незамеченным. Главное только вот ту девушку не спугнуть. Какую девушку? Она сестра из нашего отделения. Молоденькая такая. Она там часто ночует. Молоденькая. Да. Ируська. Представьте себе. Арастаси Максимов. Не шелись. Ребенок, 12 лет, сгибла машина. Ахура! Терепно-мозговая травма, перелом ребер и возможен перелом позвоночника. Хорошо, хорошо, давайте. Заходится отделение. Через 10 минут всем будет на совещании. Принимайте. Перехватывайте быстрее. Ага. Давай, 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 давай. Я ребенка не успел в школу завести. Ничего страшного, пропустят день. Я вечером заеду. Зачем? Не надо. А? Вперед. Ира, давай быстрей. Ты что, катетер в первый раз ставишь? Дай помогу. Это же элементарно. Вот, видишь? Показывай один раз, в следующий раз сама ставить будешь. Давай догоняй. Там и говори, у пациентки обморок. О, боже мой, Тягачева. Анастасия Максимовна, что с вами? Со мной все в порядке. Вот, Наташенька. Вдруг. Спокойно. Что-нибудь болит? Нет? Я в выборку пол. Сейчас. Вот так. Анастасия Максимовна, что с вами все в порядке? Простите, пожалуйста. Ничего. Я побегу в приемную. Хорошо? Поменяйте меня, пожалуйста. Рейс на вечерний. Да. Там маска. Да, десятичасовой. Спасибо. Алло, да, здравствуйте. Да, к сожалению, ребенок пропустит контрольную. Просто отец не успел ее привезти в школу. Что значит родительская безответственность? Екатерина Александровна, а вы знаете, что отец Алены водитель скорой помощи? Так что ребенок в школу берет завтра. Простите, пожалуйста, я вижу, вы очень заняты. Дайте мне, пожалуйста, телефонный справочник. Мне нужно найти одного очень хорошего человека. Это вопрос жизни. Зачем справочник? В компьютере сейчас все есть. Вы скажите, кого, и мы вам найдем. О, нужно найти директора общежития при школе-студии МХАТ. Хорошо. Благодарю. Добрый день, кого не видел? Итак, друзья, к нам везут Семена Аркадьевича Рождественского. Да, того самого скандально известного олигарха. Так что, давайте приготовимся к массированной атаке бесцеремонных родственников, федеральных СМИ, телевидения, а также безумного количества всевозможных представителей охранных структур. Есть вопросы? А что это за родственники? Ой, насколько я знаю, у него же было много жен, штук пять. И от каждого ребенок. А от чего его сюда везут? Ну, просто к нам ближе. Может, тебе кубик гликозы? А что вы скажете, Анна Броновна? Я? Вы. Что я могу сказать? Улыбаемся и за работу. За работу. Олег. Слушай, я тут подумала, возьми меня с собой. Куда? К маме на день рождения. Хороший повод познакомиться. Понимаешь, как тебе объяснить? Она еще не знает, что я с Дашей развожусь. Я не могу ее травмировать. Она не готова. Понимаешь? Понимаю. Я тебе зарядку нашла. Подходит? Можно от компьютера, можно от сети. Спасибо. Дведи к тому выходу. Хорошо. Вы к кому? Все в порядке? Сейчас удалим посторонних из отделения. После крупного ДТП в 90-ю больницу в тяжелом состоянии доставлен известный предприниматель. Владелец крупной нефтяной компании «Грознефть» Симон Рождественский. Обстоятельства происшествия уточняются. Привеждаю сюда. Я старшая сестра, я здесь командую. Сказал, дай сюда ключи. Так. Встал. Все хорошо? Да. Встали. Ваша доблестная служба будет теперь за дверью. Что, Анна Броновна, опять? Я защищалась. О, я видел. Боже мой. Да, Петров. Вы чего закрыли? Там внизу Рождественского привезли. Ну, началось. Давай вниз. Каталка и клифт. Девушки, что вы стоите? Было бы на что смотреть. Идите. Давайте быстрее, он умирает. Когда он у нас из-за клифта? Повреждение грудной клетки, механическая асфиксия. Наташа. Мне плохо. Свет, мы потеряем. Так делайте что-нибудь. Умри, он у нас с головы снимет. Реанимацию. Мы не успеем реанимацию. Нужно срочно остановить обструкцию. Нужна коникотомия. Видишь, что-нибудь? Вот так. Держите его. Голову. Олег, занимайся парнем. Мы здесь управимся. Посторонних, прошу покинуть отделение. Мы находимся в приемном отделении 90-й городской больницы, куда сегодня после ДТП был доставлен скандально известный Семен Рождественский. В прессе уже обсуждать. Вы что, с ума сошли? Ну-ка, а вы сборите. Санитары, забирайте его бегом. Не надо отряд. Не снимать нельзя. Вы разрешили. Вы не снимают. Выходите. С ума посходили. Его во вторую хирургию. Поехали. Слышите. 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 Смотря что здесь. Тут закрытая черепа мозговая, перелом ребер, гемопнимоторакс пока под вопросом, перелом ключицы, множественные ссадебные головы, а также тупая травма живота. Так, это катетеры ты ставить не умеешь? Знаешь, как врач называется, который все знает, но ничего сделать не может. Интерн? Патологоанатом. Вот, подожди, дай. Смотри, показываю в самый последний раз. Зажим. Еще зажим. А как мальчишка попал под колеса? Встал вовремя на пути у Рождественского. Это из-за которого сейчас больницу закрывают? Еще эти журналисты совсем совесть потеряли. Но надо же всем рассказать, как владыка российского мазута стал хозяином московского асфальта. Отсос. Ну все, мы его стабилизировали, а дальше будем думать. Нужно понаблюдать. Состояние тяжелое. Нужны дополнительные снимки позвоночника. Но устал ведь, Олег, иди отдохни. Все равно срочных больше нет. Ты, если закончишь, можешь идти. А посмотрите, пожалуйста, а кто следующий? Это прекрасное больнице. Вы знаете, здесь есть истинный дух, как в настоящем театре. И, конечно, сердце больницы – это ее сестры. Знаете, это как… Скажите, а вы видели Рождественского? В каком отделении, в какой палате он лежит? Ну как же, вашему ньюсмекеру очень повезло, что он попал именно в эту больницу. Это что такое опять? А ну уберите свои камеры. Вам где сказали быть? Ну выключили все. Поехали. Убрали, чтобы я больше их здесь не видела. Анастасия Мексина, чтобы их за нос водили? Танечка, ну это просто от недостатка внимания. Это к вам-то? Да бросите вы. Вот я нашла телефон вашего директора. О! Держите. Спасибо большое, Таня. Спасибо. Да не за что. Анька, ну прости меня, что так с Рождественским получилось. Да ты что? Все в порядке. Нормально. Откачали. Ты-то как? Да я отлично. Сама не понимаю, что это было такое. Да? И нет никаких предположений? Нет. Пошли. Пошли. Не поменяйте своего. Соответственно, беременность. Я бы проверила. Анна Бруновна, там дочка этого рождественского скандалит. Игорь Борисович просил вас подойти и разобраться. Я передаю дословно, что она очень нервничает. Понятно. Иду. Только жалко, волосы не успела. Послушайте, послушайте. Подожди. Да ладно. Представьте, каково ей. С утра отец жив-здоров, а в обед непонятно, что с ним будет дальше и сколько ему осталось. Где она? В кабинете у Игоря Борисовича. Наташа? Угу. Здравствуйте. Меня зовут Анна Витлус. Я старшая сестра этой больницы. Могу ответить на все ваши вопросы. А я Елизавета Рождественская. И у меня нет никаких вопросов, особенно к вам. Мне нужно увидеть отца, которому не пускают без разрешения, подписанного кем-то из начальства этой убогой больницы. Угу. Ясно. Тогда здесь вам делать нечего. Вам нужно к главному врачу. Его кабинет на втором этаже. Здравствуйте, дорогой Игорь. Игорь Борисович, всегда с удовольствием читаю вашу рубрику. Ваши советы очень помогли моему мужу при лечении атеросклероза. Пишу в ваш журнал по просьбе моей соседки. Ей очень нужна ваша помощь. Больше ей не к кому обратиться. Ну, послушайте. Состояние вашего отца крайне тяжелое. Его даже трогать сейчас нельзя. Ну, пожалуйста, прекратите преследование. Мне нужно доставить отца нормальным врачам в Лондон. Вот. Здесь 10 тысяч. Организуйте перевозку. Срочно. У меня что здесь? Почта, что ли? Уберите свои деньги. Ну, если вы такой святой, отдайте их на благотворительность. Или, может быть, мало? Тогда вы назовите сумму. Игорь Борисович, там охранники Рождественского на крыше. Ну, как видите, проникнуть сюда можно только с вертолета. Но я отчетливо увидел несколько фото вспышек. Вам не показалось? Пите, хорошо? Да не жалуюсь. Да нет здесь никого. Даже следов никаких. Нянечка тоже никого не видела. Доктор, скажите, у меня тут в боку иногда покалывает. Выпиваете часто? Да нет, как все вроде. УЗИ надо сделать. И кровь. На анализ сдать. Что-то увидели? Вроде пробежал кто-то. Где? Так. Живой? Ты откуда взялся? Столько народу в аваре пострадал. Это же где-то в эпицентре стоялся. Мы хоть блохны. Счастливчик. Меня брат прикрыл. А с ним-то что будем? Все нормально будет. Операцию сделают. Потом домой отпросят. У нас нету дома. А где вы живете? Где получится. Мы машины моем. Туалет. Света пускают переночевать. А родители ваши где? Они пьют. Пьют? Мы давно уже. Из дома ушли. Мы не можем вас здесь оставить. А я знаю, кто вашего буржуа сфотографировал. Оставите? Скажу. Давай выкладывай. Везла по коридору отделения тележку с пустой посудой. Якобы обед. Там фотоаппарат спрятала. А когда Рождественского на лифте подняли в отделение, сфотографировала. Ну, я же фотки еще не отдала. Понятно. Сколько не вам обещали заплатить? Пять тысяч. Пять тысяч. Вы понимаете, что за пять тысяч рублей Рождественские могли подать в суд на персонал, на отделение? Вообще на больницу. Да что такого-то? Я просто внуку хотела велосипед купить. А мне как раз пять тысяч не хватало. Все понятно. Идите. Ну, что делать? Докладную главную, это же бесполезно. Игорь Борисович, может, как-то сообразить и премию какую-нибудь выписать? Мне в детстве от отца один раз досталось, так что до сих пор помню. Меня родители в музыкальной школе определили и купили мне скрипку. Новую, очень дорогую. Так я ее во дворе на старенький велосипед променял. Так что не судите строго. Ну что, по кому? С сыром. А вы можете рассказать подробности сегодняшнего ДТП? Извините, извините в следующий раз. Девушка, постойте. Надо поговорить. У меня для вас сюжет есть какой-то. У нас в отделении мальчик 11 лет. После этого ДТП. Его брат с собой прикрыл возле машины Рождественского. Он сейчас рассказывает нам трогательную историю, что они бездомные, что они их родители пьют и убьют. Но, по-моему, врет. Могли бы вы его снять незаметно и в новостях показать? Может быть, родственники найдутся? Держите его! Мама! Мама! Позвольте. Спасибо. Я уже устал вам повторять. Если выписать больного из реанимации в таком состоянии, это будет тяжелое врачебное преступление. Никто из моих врачей на это не пойдет. Единственное, что вам можно сделать, это выбрать, кто из вас будет главным ответственным лицом. Кто готов на это из вас? Так, у Аркадия права нет. Он зять, а не сын. Да у него прав побольше, чем у тебя. Он помогал папе, пока ты из отца только деньги тянула и в казино проматывала. Да, зато меня мужики любят. Я не получу им бы отличаться. Че-че? Аркадий помогал папе? И что еще за новость? Да это папа пристроил к ничемному муженька к себе в бизнес, чтобы он хоть как-то смог содержать тебя и твоих многочисленных детей. Вы с Евой вообще никаких прав не имеете. Вы свою долю наследства давно получили. Что это? Мы это не имеем. Да ты посчитай, сколько стали каждый твой брак, роды, бизнес для твоего муженька. Спасибо, Ирочка. И что, вы в меня даже ничем не бросите? Все-таки в прямолинейности суждений главное очарование молодости. Как я завидую вашей способности во всем находить простейшие связи. Что вы имеете в виду? Вот. Пожалуйста, возьмите комнату в общежитии при МХАТе. За жизнь надо бороться, как за пространство для жилья. Поосторожней там со студентами, и они могут выдавать тебе за кого угодно. Такая профессия. Я туда и обратно, хорошо? Давай, детка, давай. Контроль в отделении усилили, поэтому посторонних не пускают. Это отлично. Понятно. Ну да. Вы ведь врач из этого отделения? Предыдущий ординатор Трубицын. В чем дело? А мне сказали, вы адекватный человек. Я вас слушаю. А давайте сразу к делу. Скажите, можно ли как-то повлиять на выписку моего отца? Ну, у меня есть определенные связи в Минздраве, но не факт, что получится. Но если даже выписать отца, мне не дадут. Вы можете хотя бы провести меня к нему? Нет-нет, конверт. Конверт отдадите девушке, к которой я сейчас подойду. А там посмотрим, что можно сделать. Как наши дела? Отлично, Константин Александр Алексеевич. По ней не скажешь? Как у вас. Прекрасно. Сегодня один из моих пациентов открывает ресторан. Есть приглашение на дворец А. С вами. До вечера. Да. Сейчас одна барышня передаст вам конверт. Вы его сохраните. Хорошо. Простите, а... Так, ну и что здесь забыли? Посторонним, в реанимацию нельзя. Олег, пойдем пообедаем. Не сейчас, Наташа. Сдать кровь вы можете в одном из пунктов по переливанию крови. Сотрудники клиники не могут найти родственников мальчика, чудом оставшимся в живых в самом эпицентре ДТП на Башиловском мосту. Если вы владеете хоть какой-то информацией, просьба сообщить в нашу редакцию по телефону, который вы видите на экране. Так, сейчас всем принесут бахилы и халаты. Мы идем в реанимацию, хотя посторонних туда и не пускают. А на Западе пускают. Что за чушь? В реанимацию нигде в мире не пускают. Нигде в мире не пускают. А ты-то откуда знаешь Клуша? Кроме детских площадок и турецких пляжей, нигде не пускают. Бать, это вы угомонитесь вы наконец. Я целый день терплю ваши разборки. Сил моих больше нет. Еще одна с клокой, и все отправятся за дверь. Семен Аркадьевич пришел в сознание. Надевайте халаты и бахилы. Он сам выберет того, кто будет все решать. Семен Аркадьевич, вы меня слышите? Моргните два раза, если понимаете меня. Хорошо. Сейчас вам надо будет выбрать кого-то среди ваших близких, кто будет принимать решение о вашей дальнейшей судьбе. Моргните два раза, если вы согласны. Начнем. Хотите ли вы, чтобы ваша дочь... Елизавета. Елизавета Семеновна Рождественская принимала решение. Семен Аркадьевич, давайте мы перечислим всех присутствующих здесь и вы выберете кого-нибудь. Иначе... Артем. Артем. Елизавета. Елизавета. Елена. Елена. Ева. Ева. Ольга. Ольга. Аркадий. Аркадий. Ваш адвокат. Ну, все. Остались только мы. Хорошо. Главврач. Руслан Тимурович. Зав. Отделением Игорь Борисович. Кардиохирург. Олег Юрьевич. Старшая сестра. Анна Витас. Хотите, чтобы я отвечала за все? Уверена? Папа, вообще-то я жена. Ох, я надеюсь, жена. Концует твои дня, я, наверное, сойду с ума. Папа, вот эта вот мокрая курица? Да. Вы хотите остаться в этой больнице? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Олег. Олег. Анна. Вылетись из палаты. Адреналин, атропин. Быстро. Вылетись из палаты. Брадикардия. Олег. Анна. Приготовились. Отходим. Стабильно. Ну, что с ним? Как папа? Как его состояние? Все в порядке. Ритм восстановлен. Он отдыхает. Снимки мальчика после ДТП. Ань, подойди, пожалуйста. У меня крыша едет от четырех операций подряд. Скажи мне, это оно? Ты ведь ассистировала мужем на таком случае. Что скажешь? Перелом акланта аксиального сочленения. Он еще жив? Редчайший случай. Смотрите, остистые отростки отломились, а спинной мозг цел. Еще перелом четвертого. И пятого ребра справа. Короче, полный набор. А показания в норме. Он в рубашке просто родился. Сложный спонтилодез. Я такого еще никогда не делал. А делать можно? Ну да, ему надо дать шанс. Рискнем? Олег, встречаемся в операционной. Скальпель. Так. Начинаем разрез. Скелетируем позвонки. Не торопимся. Скальпель. Коагуляция. Сушить. Крючки. Раздвигаем аккуратные мышцы. Аккуратнее крючки ставим. Мягко. Чтобы не пережать сосуды. Как там гемодинамика? Стабильно. Продолжаем. Так, здесь осторожно. Придется действовать слепую. Понял. Состояние. Давление не сказано. Остается надеяться на его молодость. Савва, Саввачка, сынок. Мама! Дима сбил машину. Его оперируют. Все будет хорошо, милая. Все будет хорошо. Кажется, я сделал все, что мог. Теперь ему только чудо поможет. Сшиваем. Несмотря на то, что состояние вашего отца стабильно тяжелое, наметилась положительная динамика. Я предлагаю вам всем подписать согласие на проведение операционных и иных действий, которые могут помочь спасти Семена Аркадьевича. Если хоть один голос будет против, я снимаю с себя всякую ответственность. И мне тогда все равно. Переводят его или оставляют. Здесь не я, не коллектив больницы, которую я представляю. Палец о палец не ударим, чтобы его вытаскивать. Потому что не хотим, чтобы кто-то из вас подал на нас в суд. спасти Семена Аркадьевича. Семена Аркадьевича. Палец оставляйте. Семена Аркадьевича. Ирина, я купила пирожное, а Алексею, привет, Алексею сюрприз. Ты видела? Ну, он сейчас взял? Нет. Что значит, нет? Он сейчас взял коробку, значит, мозг-то у него реагирует, значит, он не умирает, восстанавливается. Леш, Лешечка, дорогой, поздравляю. Ты слышишь меня, а? Леша? Леша? Это рефлекс. Понятно. Да у всех так. Смотрите, смотрите, видите? Хотите сами попробовать? Нет, спасибо. Я не хочу ничего пробовать. Спасибо вам большое, что вы нашли и поберегли Савочку. А почему он из дома убегает? Он убегает с тех пор, как я второй раз вышла замуж. Детей очень любит, но с Савельем почему-то контакта не находит. Савва стал шататься по улицам, прибился к заправке. Компания, там вот этот, ему. Родители алкоголики, парень с проблемами. Но почему-то именно его мой сын считает своим самым близким другом. Психологом самым показываем? И психологом, и психиатром. Это все у него нормально. Что мы только не делали, чтобы у них с мужем наладились отношения. А чтобы с Димой наладились отношения? Вы что делали? А с Димой, вот с этим, бродяжкой? В том-то и дело. Нужно признать тот факт, что у вашего сына Дима лучший друг. Нужно приглашать его в гости. На Новый год, на день рождения, на праздники. И тогда ваш сын не будет никуда убегать. Я так думаю. На. Простите. А. Простите. Хотите? Пойдем погуляем. А это возможно? Как хорошо, что тебе можно гулять. Так. Давай здесь посидим с тобой. Я ж тебе подарок купила. Видел? Смотри. Шарф серый. А то это твоя рубашка. Синий халат какой-то. Тоска. Хорошо. Тоска. Ну что? Две полоски. Должна ему говорить? Да. Думаю, да. Я боюсь. Пойдешь вечером ко мне. Сейчас. Когда? Я принес то, что вы просили. Олег. У тебя что-то случилось? Послушай, Олег. Наташа хочет с тобой поговорить. Не могу. Мне надо в аэропорт. Срочно. Ну я тебя прошу. Наташ, я у себя. Зачем в аэропорт? У мамы же день рождения. Я тебе потом все объясню. Это очень важно. Я беременна. Давай потом с тобой поговорим. Мне нужно ехать. Я готова, Константин. Алексеевич. Простите меня за конверт. Это из-за Петрова. Ну не получилось, так не получилось. Ты же видела, что у них там творится. Так что, никакого конверта не было. Тебе не смущает тот факт, что я женат? Нет. Внимание. Рейс 4703, авиакомпания Сибирьские авиалинии, вылетающие на вас отменен. Внимание. Рейс 4703, авиакомпания Сибирьские авиалинии, вылетающие на вас отменен. А где Анастасия Максимовна? У нее приступ был. А ну… А где Анастасия Максимовна? На фойме. Проходи. Тапочки. Мам! Я с Наташей. Давай, проходи на кухню. Я сейчас. Анастасия Максимовна. Здравствуй, Наташ. Здравствуйте. Рима Владимировна. А что случилось? Да что такое? Ты что? Что ты, детка? Аня! Аня! Наташ, ну… Девчонки, да вы что? Тихо, тихо. Ну все хорошо. Все-все-все. Пойдем ко мне. Пойдем. Тихо. Все нормально, мам. Да все в порядке, мам. Все-все в порядке. Пойдем. Успокойся, пожалуйста. Я тебе сейчас кроваволу накаплю, хорошо? Мам, где у нас кроваволу? Да посмотри, вот. Женька прислала. Все ок, дела не ждите. И на звонки не отвечает? Ничего себе. Все ок, дела не ждите. Ну что это? Написала СМС и выключила телефон. Мам, ты можешь мне в 15 раз не считать этот СМС? Вся в тебя. Вернется, Женька, я убью ее. Просто убью ее. Слушай, она же взрослый человек. У нее могут быть свои дела. Какие могут быть 17 лет свои дела? Накапай мне тоже. Ковчение Ковчение Вернется, Женька, я не ближе. Женщина! Женщина! Да. Давайте, давайте, вставайте! Извините. Вставайте. Вам плохо? Женя! Женя, где ты? Почему ты не подходила к телефону? Что случилось? Мама, тут женщине плохо. Чего делать-то? Где ты? Давай, опиши мне ее. Опиши. Я не знаю. Блин, походу, она умирает. Я не знаю. Да. Похоже на сердечный пристрел. Я понимаю, что она молодая. Женя, я понимаю. Она под кайфом? Скажи мне честно. Что случилось? Все в порядке с Женей. Все в порядке. Я сейчас к ней и в больницу. Последи за мамой. Хорошо. С Женей все в порядке. Все. С Женей все в порядке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Танечка, я знаю, твоя смена уже закончилась Ну что вы, Анна Бруновна, говорите, что делать? Галина, 25 лет, сердечный приступ Вкололи магнезию реланиум под язык нитроглицерин Оформляй ее в наше отделение, возьмем кровь на наркотики Ладно, мам, я пойду Таня! А? У Жени возьми тоже Чего? Жень, я должна исключить все варианты После твоего СМС я жду тебя полночи Потом мы забираем тебя около какого-то ночного клуба Что я могу подумать? Что у меня могут быть свои дела и своя жизнь Вот когда в твои дела вмешиваются наркотики Это автоматически становится моими делами Ты даже не представляешь Сколько наркоманов прошло через мои руки Женя 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 Ты должна мне доверять Нет Это ты должна мне доверять, мама Я же тебе сказала, что случайно увидела ее на остановке Мы с ней даже не знакомы Хочешь, чтобы я сдала кровь? Пожалуйста Пятый кабинет Начинается посадка на рейс 1907, Москва, Хабаровск Доктор Стахновский, это вы хотели узнать насчет военного борта до Дамаска Пройдемте Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Восемь, да? Плюс 13 21 Мне очень жаль, доктор, но военный борт уже сформирован МЧС прикрепляется к их отряду И вас посадить на военный самолет, увы, никак нельзя А почему нельзя? Я врач Я могу вылететь с МЧС, как медик Доктор, будет проводиться военная операция Участие гражданских лиц в военной операции исключено Хватит спорить Придется ждать гражданский рейс, увы Так, извините Значит, еще раз посчитаю Здесь восемь, здесь тринадцать, двадцать один Потом мы Не дам, не дам, не дам Не дам, не дам, не дам Что там у вас? Да он, ребенок не дает насилки Пусти руку, маме же не помочь надо Аккуратней, что же вы так его А что вы? Иди ко мне Соня! Не бойся, вот мама Не бойся Левочка Соня Сонечка, маме плохо Маме надо помогать? Да Так странно Обычно Анастасия Максимовна всегда такая Внезапная Да Она очнется? Сейчас трудно сказать Я, наверное, на этой неделе ночной возьму Хочу побыть с ней Бедный ты ребенок Анастасия Максимовна была бы рада, если бы ты обживалась на новом месте А не спала здесь на столе Думаете Уверена Давай так Иди на пост Додежурь Ижи домой Договорились? Дайте мне бланк на размещение Кто это у нас такой маленький? Это Соня Соня, привет! Привет! Соня расквартирована к нам в отделении До возвращения мамы в строй По соцпоказаниям? Ну да А что это такое? Это когда детей госпитализируют вместе с родителями Если их не с кем оставить Знаете, Бось, где у нее папа? Хорошо Что у нас с мамой? 18 лет Острая дыхательная недостаточность Нарушение работы сердца И мозгового кровообращения в реанимации 18 лет? Героин? Передозировка А тебе сколько? Три пять Три пять Три пять А мы мультики посмотрим, да? Ты какие мультики любишь? Ну, про фиксиков Про фиксиков? Про фиксиков Они дырочку говорят Как они говорят? Дыдыщ Дыдыщ? Да Сейчас поищем Женечка! Завтракать Все в порядке? Вернулся? Не открывает Ты как? Отлично Сейчас я тебе чайку сделаю Как мы без вас будем? Когда вы улетаете? Должна была через неделю лететь Но я уж теперь не знаю, как с Женькой будет Да нормально все будет Разберутся они Померятся Сырники у меня обалденные Сплошной творог Я муки вообще практически не кладу Кальций Я вам пирожечки Картошечки на полу Компотик у меня Я не курю Я не курю Был бы Не курю sort of Здорово Хорош Хорош Несколько 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 Мне Хотите я возьму Тех М아 Ма Ма Продолжение следует... Продолжение следует... Да, Станислав Сергеевич. А, да. Доброе утро, да. Понятно. Слушайте, будьте любезны, не называйте меня так. Да. Да. То, что, если честно, коньяк твой дерьмо. Да. Отсан ты урод и подлез. Понятно? Не волнуйся, я задницу твою пригрою. Будь спокоен. Да. Все. Все, приехали. Вот смотри, да. Мне вчера клиент подарил коньяк. Потом, как себе это видит, что я приду домой, наверное, выпью в кругу семьи, расслаблюсь. Вот что-то не получается у меня без тебя расслабиться. Слышишь? Бось, что случилось? Меня вызывают. Мне нужен кто-нибудь, чтобы за девочкой посмотрели. Вы идите, а я побуду. Да? Все нормально. Идите, идите. Ну, как там фиксики поживают? Слышишь? Ну, все, давай. Хватит. Я не верю, что ты меня не слышишь. Леша, давай я уже устала тут без тебя одна. Слышишь? Леша, вставай. Просыпайся. Леша! Он еще и звонит. Да. Да. Ушла отсюда. Все пошли. Леша! 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 Успешный тромболизис способен предотвратить развитие некроза миокарда или хотя бы уменьшить объем необратимого поражения сердечных мышц. С помощью современных тромболитических препаратов Через нее можно слушать, берешь ушки к ушке, вкладывай, смотри, вот так, пам, вот, слышишь меня? Может, вас слышно что-нибудь, да? Мышка! Какая же ты молодец! Почему вы мой карандаш взяли? Покажи! А где Бося? Бося кому-то понадобилась. Вот я ее замещаю. Теперь передаю Соню вам. Хорошо. Анна Воронина, надо у матери первым делом узнать, не состоит ли ребенок на учете в детской кардиологии. Очень плохие шумы в сердце. Позвать Цветко? Да. Пусть приедет. Сегодня же. Хорошо. Соня, пока. Пока. Надежда Петровна, я тут все само уберу. Вы только Константин Алексеевичу не говорите. Эй, залка, хорошая вещь. Очень хорошая вещь. Дорогой? Эй, девушка, где я? Так, тихо, тихо, тихо. У вас был сердечный приступ. Отек легкого и маленький ребенок. Где моя дочь? Сейчас, вы только не волнуйтесь. Сейчас, сейчас, сейчас. Вы только не волнуйтесь. Здравствуйте. О, Олег. Будет штурм. Будут освобождать заложников. Отправили, только военный борт. Меня не взяли. Вот я и приехал на работу. Правильно сделал. Там 25-летняя послантка. После сердечного приступа. Займись-ка я. Я ведь все-таки хирург. Ну, не военный, хорошо. Ну, и что? Я мог бы пригодиться. Ну, что так переживаешь? Надо еще раз в главном назойти. Пусть узнает, когда в следующий раз медики в Сирию полетят. Хороший наборчик. Говорят, дети мешают работать. Завтрак с доставкой. Женя вернулась? Вернулась. Приехала, забрелась в комнате. Нежелает ни с кем разговаривать. Что у вас случилось? Надоело. Анна Броновна. Анна Броновна. Борисова сюда пришла. Я же говорила. Пойдем к маме. Говорила тебе, что мама нас ждет. Пойдем. А она только что здесь была. Лили, это твоя пациентка. Ты за нее отвечаешь. Ты не должна была оставлять ее без присмотра. Ладно, Броновна, я на минутку вышла вам сообщить. Я что, специальна, что ли? Ладно, успокойся. Наташ, подбери девочку. Идите в палату к девушке, которую мы с Женей сегодня привезли. А мы пойдем маму поищем. Хорошо? Пойдем. Выиграть. Здравствуйте. Здравствуйте. А что здесь сегодня произошло? Неважно, я все оплачу. Очень даже важно, потому что здесь лежат мои пациенты. Вы появляетесь здесь в таком состоянии? Константин Алексеевич, давайте просто без этого, ладно? Вы сами не в суде. Еще раз повторяю, я все оплачу, весь ущерб. И закончим мы это стационарное наблюдение, я забираю мужа домой, все. Интересно. А риски вам известны? Да, да, мне все известно. Хорошо, можете подписать заявление в моем кабинете, только после того, как я закончу обход. А вы, Бося, поднимитесь, пожалуйста, главу врачу в кабинет через час. Бося – это моя частная сиделка, и она не подчиняется вашей больнице. Она подчиняется правилам безопасности этой больницы. Вы сюда-то как попали? О, понятно. Ты каталась, значит, на роликах, да? Да, Шань? Здорово. Здравствуйте. Это Соня. Ой, какая прелесть. Она здесь посидит? Ну, давайте я с ней по коридору погуляю. Только за ручку. Обязательно. Обязательно. Привет. Как себя чувствуешь? Как у мамы? В смысле? Ты же была у мамы до дня рождения? Мама. Мама в порядке. Очень нехорошие шумы в сердце. А какой у вас диагноз? Где и когда вы делали операцию? В пять лет переболела ревматизмом. Два порока сердца. Метральный, текущий, педальный. Две операции. Аутопластика? Да. А что это значит? Аутопластика значит замена клапана сердца собственными тканями. Хорошо, поняла. В подвале смотрели? Ищите на третьем. Искажите охране, чтобы никого в больничной одежде не выпускали. Анна Броновна, в столовой и кухне тоже нет. Так, вставай. Все, практики просыпаешь. Черт. Ух ты. Успокаивает одно, что если она себе это вколола, далеко она не уйдет. Анна Бронова. Это уже серьезно. Ты не знаешь, чьи это ключи? Константин Алексеевич, Константин Алексеевич! В каком стиле у моей девочки наркоманка сбежала? Вся комната с лекарствами перерыта, она хватала бурмидол, мы нигде не можем ее найти. Надо немедленно выяснить, вы должны ее найти. Хорошо. А где девочка? С мамой? С какой мамой? Вы что? Со своей мамой. КОНЕЦ 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 Ну, здесь всё. Анна, в окне там ребёнок, женщина, посмотрите. Главное, её не испугать. Я зайду первая. Да, у меня умерла мама. Я хотела бы стать птичкой. Чтобы быть ближе к ней. Да. Как здорово. Вот там летать в небе вместе с птичками. Я с тобой буду? Конечно, с тобой. Хочешь? Ты там стоишь, шутила? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Мы с мамой хотим быть птичкой. Вылезайте, вылезайте, пожалуйста. Всё хорошо. Анна Громова. Всё. Снежана в отдельную палату. Ага. Ага. Закрывайте дверь на ключ. Не оставляйте её одной. Всё хорошо, моя маленькая. Спасибо вам большое. Слушайте, я так испугалась. Мне кажется, я никогда так не боялась. Мне кажется, я тоже. Я сейчас пойду Босю искать. Посидеть с девочкой. Всё. А Бос сейчас у главврача. Мне кажется, у него такие проблемы из-за меня серьёзные. Какие проблемы? Рассказывайте. Бося, я понимаю, что вы не можете нести ответственность за поведение вашей клиентки. Но внеплановые посещения родственников запрещены. И вы это прекрасно знаете. Каким образом ваша магнитная карта оказалась у этой госпожи Тишиной? Я дала карту один раз, когда мы гуляли. И она должна была вернуться в больницу без меня. А потом я просто забыла её забрать, потому что я никуда не ухожу отсюда. А самое главное, вы самолично взяли лекарства, принадлежащие больнице. Кто вам разрешил? Откуда у вас ключи от комнаты, где хранятся медикаменты? Я знаю, где они лежат. Потому что если что-нибудь случится, я могу оказать помощь. А кому вы их передали? Никому. А где ключи? В таком случае вам придется связаться с женой вашего пациента, потому что вам потребуется помощь адвоката. Из провизорской произошла кража наркотиков. Мы нашли сбежавшую наркоманку. Сейчас она в закрытой палате, под присмотром. Спасибо. Слава Богу, хоть с этим справились. Руслан Тимурович, я могу взять Босси с собой? Нужно, чтобы кто-то посидел с девочкой, пока мы будем заниматься её матерью. Боюсь, что нет. Ситуация с Боссей требует серьезного разбирательства. И с вами, кстати, тоже. Хорошо. Чуть позже. Константин Алексеевич, я понимаю, что вы ведущий ординатор, и на вас целое реанимационное отделение. Но все-таки позвольте мне решать кое-какие вопросы самому. Прошу прощения, Слава Тимуровича. Я думаю, вы правильно на всем разберитесь. Мне сказали, вы забираете мужа домой. Да. И Боссю тоже это не обсуждается. Мне кажется, что когда люди говорят, это не обсуждается, они как раз хотят это обсуждать. Ну, и что вы мне можете сказать? Марин, вы по профессии юрист? Ну, да. Я юрист, ликвидатор. Я вам хочу сказать, что оставшись дома наедине с мужем, находящимся в коме, вы получите серьезную психологическую травму. Я уже получила серьезную психологическую травму, и мне терять нечем. Есть чего? Рассудок. Здесь вы находитесь среди людей, которые вам могут помочь в любой момент. Здесь есть такие же пациенты, как ваш муж. Такие же родственники с ними, как вы. Анна, сегодняшний мой срыв вас не пугает? Сейчас вы в шоке. Все от вас что-то хотят. Да, и вы от меня что-то хотите. Пожалуйста, давайте закончим этот разговор. Марина, есть моменты в жизни, когда не нужно принимать решения. Просто не нужно ничего решать. Пока. Пусть решают врачи. Ой, да что они могут решить, Анна? Например, применять другие медикаменты. Добиться участия Алексея в одной из экспериментальных программ. Экспериментальные программы? И есть шансы? Шансы есть всегда. А вы сейчас хотите своего мужа его лишить? Ну... Ну, хорошо, мы подумаем. А вообще, спасибо вам. Серьезно, спасибо. Я всегда думала, что врачи такие циничные люди. Спасибо за поддержку. А я не врач. Я медсестра. Я побежала. Да, мам. У Женьки сегодня курсы? Ну? Ну, так ты и проследи, чтобы она не пропустила ее. Да. Хорошо. Ну что, давай тогда. Ну, как у вас тут дела? Все время дошли. Если вас будет тошнить, вы сами не вставайте. Нажимайте на кнопку рядышком. Девушка кашляет, как туберкулезница. У нее флорография-то хоть есть? Кашель – это один из признаков многих заболеваний сердца. Но вы не волнуйтесь, мы все проверим. Женщина, а куда вы собрались? Сейчас обход вы это прекрасно знаете. По правилам нашего отделения, пациент должен находиться в своем месте. Боже мой, какие строгости. Что делать? Девяносто на шестьдесят. Низкое давление. Хорошо. Пойдем. Потом встанете. Женя! А? Женечка, тебе на курсы надо идти. Ты когда вернешься? Поздно. А ты что, после курсов еще куда-нибудь пойдешь? Ой, все, бабуля, не важно. Поздно. Послушайте, эту девицу постоянно рвет. Вы уверены, что у нее порог сердца, а не гепатит? Окно не дает закрыть. Все время лежит в уличной одежде. В туалет часто бегает. Что значит час? Два-три раза в час? Ну да, да. Два-три раза в час. А что, нечасто, что ли? Может, она беременна? Кто? Ну, кто-кто? Галина с порогом сердца. Да ну что вы. После таких операций на всю жизнь остается нарушение кровообращения. О том, чтобы выносить ребенка, и речи быть не может. Это самоубийство. Ну, может, УЗИ сделать? Ну, она, может, не знать об этом? Сделайте УЗИ. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Калина, вы осознаете, что вы умрете, если попытаетесь родить? Я и так могу умереть в любую минуту. Мы все под Богом ходим. Я не об этом. Нельзя осознательно обрекать себя на смерть. Скажите, вам говорили, что такие, как вы, не живут? Что вы брак, ошибка природы. Что таких вообще гуманией не лечить. Так вот, я с детства знаю, что могу умереть в любую минуту. Так что, считайте, что ничего нового вы мне не сказали. Ваш организм говорит вам, что вы не справляетесь. Беременность для вас непосильная ноша. То, что вы живете, это уже чудо. Мы это все знаем. И нужно это ценить. Нужно беречь свою жизнь. Моя беременность тоже чудо. Ее не должно было быть, но она есть. Я ни за что не откажусь от своего ребенка. Доктор, скажите, у вас дети есть? Да. У меня есть дочь. Я понимаю, что вы хотите мне сказать нового. Это разные вещи. Ну, конечно, разные. Вы здоровы, я больна. Вы доктор и пациент. А можно я перебьюсь? Знаете, я всю жизнь терплю и стою в сторонке. Берегу здоровье. А зачем его беречь? Чтобы подольше пожить похуже? Нет, меня хватит. Либо у меня будет этот ребенок, либо... Либо будет, что будет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. О, а вот и наш детский кардиолог-оприотец. Здравствуйте, Илл Борисович. Здравствуйте. Ну что, идем? Идем. Давайте. Ну-с, коллеги, бейте в бубен. Опа. Пойте, плюшите. Так. Ну ты что, приболела? Оп, смотри, сейчас мы тебя полечим. Сонечка. Угу, намажем. Смотри, давай, держи. Давай-ка маечку. Игорь, записывай. ЧСС 100. Аорта 13. Ну-ка. Полость правого предсердия 24 на 22. Смотри. Левое предсердие 18. Раз. Правое предсердие 21. Раз. Правый желудочек 13. ВТПЖ 1,6. Сейчас, 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 молодец у нас. Так, аортальный клапан не изменен. А вот такой, аортальный клапан норма. Трикоспедальный клапан. Носик. Хочу. Угу. Трикоспедальный клапан. Регургитация. От небольшого до умеренного. Держи. Фракция выброса левого желудочка. Еще капельку. 60 процентов. Все. Угу. Оп. Все. Так. Встаем. Дубин. Ну, у вас все. Я закончил. Сейчас. Поехали. Заключение. Врожденный порог сердца. Так. Дополнительная хорда в лем желудочке. Что, если его будем оперировать? Давай одевайся. И сколько? Три? Три с половиной. Три с половиной. Надо оперировать. Родители где? Мама у нас в реанимации, с аневризмой. Вторая ножка. О других родственниках ничего не известно. Дадите мне ее данные. Поставлю на учет. А мама оклемается. Пусть к нам подъезжает. С мамой у нас проблемы. А можно без мамы? Слушай, мне нужно увидеть свою дочь. На пятнадцать минут. Тебе. Угу. Спасибо. Ты меня слышишь? Пожалуйста, я прошу тебя. На пятнадцать минут я подыхаю без нее. Понимаешь? От меня как будто кусок оторвали. Ну пойми, хоть ты меня. Пожалей меня хоть чуть-чуть, а? Слушай, ты себя сама пожалей. Подожди. Сумку привезла из Милана. У нас показано. Стоит целого состояния. Да? А что ты тогда на наркотики не променяла? Пятнадцать минут. Увидеться с ребенком, а она твоя. Анна, а какого черта? Что случилось? Это вы убедили Марину Тишину оставить мужа в больнице? Да. А вы понимаете, что мы должны лечить только тех, кого мы можем вылечить? У него нет шансов. А я хотела вас попросить включить их в свою экспериментальную программу испытания нового лекарства. Слушайте, а почему вы все время лезете помогать всем и вся? Это должно иметь какие-то рамки? Я прекрасно знаю, как вы ко мне относитесь. Но есть какие-то профессиональные принципы. Нужно давать людям шанс. Я не могу взять его в программу, потому что есть более перспективные случаи. Для него это станет легальной эвтаназией. Вы это понимаете? Анна, я понимаю, что вы очень переживаете по поводу потери своего мужа. Я вам сочувствую, но не надо переносить свою модель на других людей. Это ее муж, а не ваш. У вас-то постоянно? Нет. Мама говорила, что в детстве была сильная синюшность, но после последней операции все эти годы ничего не было. Когда опять стали синеть? Я не заметила. У вас выраженная тахикардия в покое. Может быть, заметили, когда она начинается или увеличивается? Нет. А срок примерно 14-15 недель, да? Вы про беременность? От плода нужно избавиться немедленно. Я рекомендую вам масочный наркоз. Олег Юрьевич, пациентка не хочет прерывать беременность. То что значит не хочет? Нужно прерывать. Немедленно. Вы сами умрете, и ребенок не выживет. Нет. Что значит нет? У вас гипоксия. Организму не хватает кислорода. На себя, на свой мозг. Вы представляете, каково ребенку? Даже если вы не умрете до рода. Олег, пожалуйста. Который вы все равно не переживете. Кого вы родите на свет? Вы представляете? Урода. Прекрати, пожалуйста. А кто отец ребенка? Кто там у вас? Муж, друг? Я не знаю. Кто? У меня никого нет, я одна. Ну, тем более. Просто, ну, так нельзя. Так, Наталья, на одну минуту задержись, пожалуйста. Я сейчас к вам зайду. Борт для нее единственный выход. Это должна помочь ей это осознать, а не поддерживать ее безумие. Из женского самодурства и обиды на меня. А ты кто такой, чтобы решать, жить ее ребенку или нет? Господь Бог? При беременности с ее показаниями ей осталась, предположительно, полгода. Предположительно. Всегда есть надежда. Какая надежда? Если она прервет беременность, она будет жить. Если она не прервет беременность, она жить не будет. Все. Хорошо. Что бы ты сказал, если бы на ее месте была я? Я бы сказал тебе то же самое. Анюта, Анюта, Женя только что вышла с курсов. Да. И куда-то направляется, но явно не домой. Да ты что? Ты что, следишь за ней? Послушай, если она втягивается в какую-то дурную компанию, то имей в виду, что я ни в какую Италию не поеду. Ты поняла меня? Ну все, пока. Итак, коллеги, по итогам дня. Нашу самую маленькую пациентку, Соню, поставили на учет в детский кардиологический центр. И уже сегодня мы можем переводить ее туда. А что мы будем делать с пациенткой с беременностью и с пороком сердца? Я думаю, направлять в гинекологию и делать аборт под контролем кардиологов. Вообще-то она отказывается прерывать беременность. А последствия этого отказа ей понятны? Объясняли, как могли. Олег особенно старался. Просто ни ты, ни она, видимо, не понимаете серьезность ситуации. Ну, если так хочется ребенка, пусть ее ушановить. Уж какого сирота кругом. Она инвалид второй группы. Им не дают усыновлять. Анна Бруновна, снижая, она забрала ребенка и ушла. Анна Бруновна, упоминка и ушла. Простите, пожалуйста. Можно вас попросить? Водички немножко. Женя. Бабушка. Лиля. Ты упустила пациентку дважды за день В результате трехлетний ребенок с пороком сердца остается без операции Когда счет идет на недели, а может быть и дни Я не знаю, как она тебя уговорила, я даже не хочу этого знать Я знаю одно, ты нарушила главное правило Ты поставила под угрозу жизнь пациентки Напишите, пожалуйста, заявление об уходе Больше мы с вами в этой клинике не работаем Итак, продолжим Я помощник бармена, я учусь А вы что, с мамой думали, я сюда развлекаться прихожу? Ну, Женечка, ты же ничего не сказала нам Я хочу помочь маме Ты же в свою Италию уезжаешь Так, Женечка, я потому и уезжаю, чтобы заработать деньги тебе на учебу и вам на жизнь Мне не нужны твои деньги, я теперь зарабатываю сама Извини, у меня работа Ну, если хочешь, я могу уйти Субтитры сделал DimaTorzok А ты кого больше хочешь, мальчика или девчика? Мальчика Если мальчик родится, как назовешь? Сашей Или Мишей Я девочку хочу Наташа Я договорился, в центре акушерства и гинекологии вас возьмут Сейчас подготовлю документы и вас переведут в перинатальный кардиоцентр Спасибо, доктор Я хотел бы перед вами извиниться Дело в том, что у меня пропала без вести Жена в Сирии, похитили вместе со съемочной группой Готовится штурм, а я не могу попасть ни на один самолет Так что, извините меня Извини меня, пожалуйста Олег Что, получается, что ты меня врал? Ты не собирался разводиться с женой? Олег, Олег Извини Я все выяснил Баблукова собирает борг медиков Красного Креста Ты полетишь вместе с ними, я договорился уже Но время вылета неизвестно, так что поезжай прямо сейчас Спасибо, Руслан Цивилович Я побежал Спасибо вам Лель, ты как? Сильно расстроилась? Не твое дело Знаешь, что-то подумал У меня двоюродный дядя хочет ветеринарную клинику открывать Говорит, прибыльное дело Хочешь, я с ним про тебя поговорю? В смысле? Я решил На следующий год буду поступать в ветеринарную академию Могли бы вместе Дурак ты, Петров И не лечишься Блин, вот лимоны Нарежешь, положила туда Она ходит в этот клуб работать Кто бы мог подумать Помощник бармена И смотри, костюм довольно стильный у нее Она до сих пор еще дуется на ней? Да ерунда Главное, я про нее поняла И теперь со спокойной душой могу ехать в Италию Интересненько Ну, что это главное? Аньечка Мы с тобой совсем не заметили Как наша девочка стала совсем взрослой И она очень похожа на своего отца Не берет трубку Олег, я так устала Поедем домой? Нет, Даша Сначала в больницу Ты вещи с кемчистки забрал? Даша, ну, конечно, забрал Олег А если никогда больше не смогу ходить? Даша Все будет хорошо Слава Богу Ань Ну, наконец-то Да, Олег Ты вернулся? Ты в Москве? Слушай, Ань Везут Дашу Ее парализовало Но причина неизвестна Ай-ка Будем класть в наше отделение Ну, да, конечно Вези ее к нам Я просто сегодня не на работе У меня выходной Мама уезжает в Италию И еще, Ань Медсестер, предупреди всех Понимаешь, всех Да, ну, я все сделаю Да-да-да Не волнуйся Пока Все будет хорошо Что-нибудь серьезное? Олег вернулся с женой из Сирии У нее после штурма Случился паралич Причины неизвестны Везут к нам Господи Наташ Слушай, у меня к тебе предложение Может быть, тебе сегодня взять отгул? Ну, помнишь, я говорила себе Про исследование Да Про гинеколога Который однокурсник Сергея Да Ну, а что откладывать Я думаю, что он сегодня работает Наверняка Да, позвони ему А вечером после аэропорта Я к себе заеду обязательно Договорились? Хорошо, пока Так, отлично Ира Привет, слушай меня, пожалуйста, внимательно Сейчас Олег к нам в отделении Везет пациентку Это его жена Нужно поселить ее в отдельную палату В конце коридора Еще нужно подготовить инвалидное кресло Угу Ты сегодня за всех одна Все на тебе Все, пока Единственный выходной Кто поспать не дает Знаешь, поезжай-ка ты Помоги им, а Куда поезжай, мам? У нас по этому списку Еще восемь пунктов Давай, собирайся, поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Девушка, вы в порядке? Угу Лит, оставайся в машине, все нормально Скорую вызвать? Лит, не надо никакую скорую У девушки легкий ушиб, я сам справлюсь В следующий раз я ей представлюсь И скажу, на каком месте у тебя розинка В следующий раз я тебя в дурку запихну За то, что меня преследуешь уже неделю Понятно? Встань там Костя, в работе у меня нет денег Нет, мне нечего терять Хорошо Договорились Я устраиваю тебя на работу Ты оставляешь в покое меня и мою семью Хорошо Только с одним из твоих Да В той же больнице В уголовном кодексе Есть статья за вымогательство Знаешь, да? Молодой человек Отвезите девушку, куда она скажет Анюта, а разве в наш торговый центр не через мост ехать надо? А мы здесь срежем А-а Ой, прости, пожалуйста Что случилось? Ну что, врач? Да, я врач Ну и как он? Как-так? Плохо Вы меня, между прочим, сбили на пешеходном переходе Когда я уже начал движение Ой Переломов нет А переломов нет А вы откуда знаете? Вы что, женщина рентген? Если нет То тогда вы не можете определить Есть переломы или нет А между прочим Вы ударили меня своим автотранспортным срезом И обязаны компенсировать Нет, я тебя не ударил Пока А вот сейчас Ой, что вы делаете? Завтра он угробит кого-нибудь Чтобы на опохмел сшибить Смотри, козел, я здесь часто езжу Еще раз увижу тебя Поезжайте, поезжайте Господи Боже А теперь Похоже, есть перелом носа Ой, да Вас как зовут? Ой, Федор Федор, Федор, сейчас Ну-ка, ну-ка, возьмите-ка вот хлопчик Ну-ка Спасибо Посмотрите на меня Да Что? Вы себя хорошо чувствуете? Да У вас голова не болит? Она у меня всегда болит, когда я не выпью Мама, вызывай скорую помощь У меня телефона нет с собой Не-не-не, не надо Я ни в какую больницу не поеду Анюта, Анюта Сержант Ты вези его сама Потому что скорую будем ждать час В лучшем случае Давай, давай, в машину, в машину Федя Ну-ка, ну-ка, тихо, тихо Жестокие люди пошли Вот что я ему сделал? Давайте, давайте, быстрее Ага Осторожно, а? Приехали уже? Ой Осторожно, я сам Наташа, ты что здесь? А ты что? Все же выходные Да вот, чуть не задавила Нашелся заработок Тут под колеса бросаешь, деньги зарабатываешь Вымогай Здрасте Ясно Ты что, не настоящий мужчина? Конечно Вы Подожда Стоп Я сам Ну что, тут все Сворачиваемся, возвращаемся на базу Врач-то смог тебя принять? У него сегодня все занято Ой, у вас все такие красивые Я не бытый Вы еще врачей не видели Наташа, мне нужно тебе сказать Я не смогла по телефону Собирала фрик тебе домой вечером В общем, а я как? Ань, я все знаю Ира Не нашла утром ключи от палаты Тебе постеснялась звонить? Набрала меня Ну и все сказала Его куда? Меня куда? Восьмую Готовь к отель И жди там, никуда не уходи Хорошо? Хорошо Здрасте Здрасте Это, кстати, наши врачи Вы спрашивали? Я спрашиваю Спасибо, пока Ну, а сама чего приехала? Куда же вы без меня? Здравствуйте Меня зовут Анна Очень приятно познакомиться Здрасте, мне тоже приятно Сейчас вот встану на ноги Сниму какой-нибудь сюжет И отправлю в вашу больницу Обязательно встанете Олег, я отвезу Дарью Я тебя прошу, сходи, пожалуйста В приемную в восьмую Там пациент зовут Федор Нужно сделать томографию Ну, попроси кого-нибудь из врачей Нет никого из врачей Сейчас я тебя прошу Да иди, иди Все нормально Привет Привет Федор Федор, Федор А, да Что с тобой? Нос был сломан Я обработала Но в таких случаях На КТ не отправляют Как самочувствие? Ой Меня очень башка раскалывается Ой Ой Зрачки реагируют по-разному Рвота была? Доктор Не предай Ну, однократно Или несколько раз? Ну, вообще Четыре раза останавливались Скажите, доктор А сейчас что? При похмелье госпитализируют? Я думаю, Федя, ты у нас особый случай Поэтому давай ложись А Ой Я здесь с удовольствием Я просто так устал Мы ехали Стоп, стоп, ботиночки надо снять А Конечно, конечно Кирилл, дай Дай, просто шум Кирилл, ты взрослый человек Весело у вас Договорились Я через час Хорошо Здравствуйте Здравствуйте, Анна Броновна Здравствуйте Здравствуйте Спасибо Спасибо Вот как-то так Вы извините, если я что-то напутала Я мастера по кондиционерам вызвала А пока вот, вентилятор Ира, молодец Не зря волновалась Ну вот, ваша палата Хорошо тут Жить можно Тихо, тихо, тихо Ну что у вас тут происходит? Здравствуйте, Анна Броновна Ну вот Ушиб Кровь не дает взять Ух ты Тихо, 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 тихо Сколько ему лет? Семнадцать Кто вызвал скорого? Кто-то на футбольной площадке Мы пока не можем найти его родителей Ищите Идите ищите Пойдем искать Ну что ты? Что с тобой? У тебя что-нибудь болит, кроме груди? Ты боишься, да? Не боишься, а почему? Тогда да Ну ты же понимаешь, что если мы у тебя сейчас не возьмем кровь Мы не сможем тебе помочь Ты же хочешь, чтобы они тебе помогли, правда? Ну дам ручку Ну что ты, милая Ух ты Мой муж тоже любил играть в футбол А ты знаешь, что футболисты и спортсмены Очень часто сдают кровь Тихо, тихо Вот Видишь Вот и все Поднимай руку Поднимай, поднимай, поднимай Все Ты ничего не хочешь мне рассказать? А? Был захват, раненые жертвы После освобождения у Даши отнялись ноги Причина неизвестна Куда еще я мог ее привезти, как не в родную больницу Тут все правильно Тут у меня вопросов нет У меня другой вопрос Ты что думаешь, я такая дура? Или ты думаешь, что это само, само Рассосется, решится все само собой Слушайте, у вас там все так трещит, я прям протрезвел даже Берусь забыла дать Сейчас будет все гораздо тише Гораздо? А что ты испугался? Что, нельзя было со мной просто поговорить? Мне все сказать? Погоди, погоди, погоди Дождалась Что вы стоите? Ну, что? Садитесь, ложитесь Что? А, опять? Ой Опять? Опять Девадцать пять Беруши берите Беруши Наташа Хочешь, я тебя отпущу домой сегодня? А завтра-то меня тоже отпустишь? А послезавтра? Тоже отпущу, если нужно Может, мне уволиться тогда вообще? Тебе успокаиваться нужно, это точно Уволиться ты всегда успеешь Мальчик Кирилл в процедурной, спит Положи его в любую палату платную на третьем Да, я все понял, спасибо Десяток виден Хорошо Я действительно считаю, что случай необычный Паралич, при этом состояние удовлетворительное Даже, можно сказать, хорошее Сейчас посмотрим В любом случае, надо все тесты провести Безусловно Да, действительно, случай необычный А вы уверены, что она не ходит? Подождите, а там что? Да, там ничего интересного Совсем ничего? Ну, прачечная, кладовая, пойдемте лучше в третий блок Не прачечная, а похмелочная На самом деле, у нас все самое интересное на втором этаже находится А может, пойдем на четвертый этаж, покажем, кто где спал, пока жить негде было, а? Даша, я не понимаю, я пригласил пять лучших неврологов, согласовал время, нужно начинать обследование, чем вы занимаетесь? Олег, это я виновата, мы решили устроить экскурсию с Дарьей, по больнице Ань, какая экскурсия? Она не на телевидении, она в инвалидном кресле сидит Ну что? А это самый строгий хирург в клинике, пожалуйста На, самый строгий, хирург в больнице, повторное копейки Федора Ну, отчего молчишь? Так, отвезите Дарью, а мне нужно кто убить, сынок? Кирилл? Кирилл? Привет. Я медсестра, меня зовут Наталья. Я принесла тебе лекарства. Давай руку. Запивай. Как себя чувствуешь? Неразговорчивый? А это что, о тиграх? Программа про животных. Животных любишь? Люблю. Тогда пей топлетку. Я могу ее вырезать. Большой риск, но все-таки шанс. Надо только получить разрешение главного врача. Не, операции не хочу. Нет. А вот скажите, у вас побриться можно будет? Да подожди ты, чудак-человек. Здесь не надо спешить. Нужно посоветоваться с кем-нибудь из близких. Жена, дети есть? Да нет у меня никого. Так что не дам в голову лезть. Не дам. А что, все равно подыхать. Пойдем-ка, я тебе кое-что покажу. Ну? Иди, иди. Ой. Флязочку. Рядом есть очень красивый парк. Простите, пожалуйста, секундочку. Конечно. У нас на этаже есть кухня. Ну, правда, общая. Это не очень удобно. Но зато я там столько новых ребят встретила. Анна Бронина, я поменяла лекарства. Показатели пока такие же. Извините. Простите, пожалуйста, а вот вы с ней разговариваете, вы думаете, она вас слышит? Конечно слышит. А почему вы так думаете? Ну, потому что, когда я говорю ей про себя, мне очень легко становится. Если бы я говорила в пустоту, этого бы не было. Вот. А еще у меня девочки, которые живут с вами рядом, пригласили на свой дипломный приклад. Эта девушка впала в кому-2 в результате смерти мозга. Из-за опухоли, которую вовремя не дали. Как спящая красавица. Из сказки. Она уже три года так лежит. В домашних условиях такие больные, как правило, очень быстро погибают. А в больнице на их содержание от родственников требуется очень серьезные деньги. И ничего сделать нельзя. Так что решайте. Прошу прощения за задержку, сложный пациент. Да, я теперь ваш лечащий врач. Распоряжение главврача. Вы что, сдурели? Вы думаете, я кому-нибудь доверю лечение своей жены? А ты думаешь, тебе позволят лечить собственную жену? А я не собираюсь ни у кого разрешения спрашивать. Ты хочешь оспаривать решение главврача? Простите, пожалуйста. Давайте, вы все-таки потом решите, кто здесь главный. А сейчас просто скажите мне, что со мной и буду ли я еще когда-нибудь ходить. Я сейчас вернусь. Извините. Но почему вы назначили Трубицина? Это я. Я нашел для своей жены всех этих врачей. Я даже Фархада с самолета снял. Олег, да сядь-то, ну сядь. Я тебя очень ценю, Олег. Ты мой лучший хирург. Но есть этика, рамки которой я никогда не перешагну. Ты ближайший родственник пациентки и не имеешь права лечить ее. Хорошо, прекрасно. Я вас услышал. А почему тогда не Игорь Борисович? Игорь Борисович кардиолог. А у твоей жены другая проблема. Олег, поверь мне, Трубицин наилучший вариант для твоей Дарьи. Руслан Симурович, у него только калькулятор в голове, на котором деньги считают. Так это-то и хорошо. Холодный взгляд. И потом, эксперимент это его конюк. А у него пациент с опухолью. Он будет занят им? А не будет. Потому что я не дам разрешения. Я считаю, что опухоль неоперабельная. Слишком обширная. Вы только что сказали, что он прекрасный врач. Да, я это сказал. Но я никогда не говорил, что он Господь Бог. Я привез сюда Дашу не для экспериментов, Трубицина. Я вообще должен быть с ней все время рядом. Ты представляешь, что будет, если она узнает про Наташу? Это ее добьет. А что с Федором? С пациентом, которого я привезла? Тимурыч не дает разрешения. Трубицина его не будет оперировать. Ну, это неправильно. Это его шанс. Поговори с Игорем Борисовичем. Говорю. Ангиография показала неплохой результат. Но с таким весом прогноз не слишком благоприятный. Слишком большая нагрузка на сердце, на сосуды. Холестерин зашкаливает. Вы должны убедить своего мужа похудеть. Он каждый день съедает на ужин сковородку с жареной картошкой со сметаной. И то, и другое надо исключить из рациона. Скорее, меня исключит. В общем, мы его тут подержим на диете, а дальше надо что-то придумывать. Да? Спасибо. Всего доброго. Спасибо большое. Можно? Анна Бруновна, у вас же выходные. Только не для вас. Дело вот в чем. Сегодня на моих глазах человек бросился под колеса БМВ. Выяснилось, что таким образом он зарабатывает себе на выпивку. Но на сей раз не удалось. Водитель БМВ сломал ему нос и уехал. Но я осматривала его еще до перелома. Зрачки реагировали по-разному. Потом, когда мы ехали, я утошнивала постоянно. Уделал мне весь салон. Главное и более. Судорог не было. Может быть, конечно, делал в алкогольной интенсивности. Давайте я угадаю. Этот бриллиант сейчас украшает собой наше отделение? Да, конечно. Олег сделал ему томографию. Трубицин хочет оперировать. Но главное, не дает разрешения. Ну, правильно, не дает. Абсолютно, я бы тоже сказал, неоперабельно. Анна Бруновна. Зачем? Что? У вас что, нет никаких личных дел? В отделении мало пациентов со своими проблемами? Простите, пожалуйста, что вас отвлекло от ваших отличных дел. Подумаешь о жизни человека. Что вы обижаетесь? Нельзя тратить время на безнадежных. Это не я придумал, а Пирогов. Вы обижаетесь на Пирогова? Ну, Трубицин не считает его безнадежным. Он готов оперировать. Все-таки вряд ли он пойдет наперекор мнению главного врача. Я это так понимаю? Вряд ли. А вы могли бы поговорить с Русланом Тимуровичем? Ну, хорошо. Я сам его посмотрю. Женечка, ой, как хорошо, что ты дома. А я так спешила, боялась тебя у меня остать. Мне через полчаса выходить. Ой. Хочешь посмотреть, что я купила? Спасибо, мне не нужно. Почему, Женек? Тебе будет хорошо. А то ты все в джинсах и в джинсах. А мне и в джинсах неплохо. Ты как думаешь? Я вот не слишком старатель такого? Я думаю, в Италии очень много молодых мачо, для которых возраст не главное. Ты жестока, Женя, как ребенок. Я за тебя заступалась. Говорила, что ты взрослая, а ты ребенок. Ну, раз я ребенок, то и буду себя вести как ребенок. Мужчина. А-а-а. А-а-а. ФИЛИПЕНИЕ А-а-а-а. Анна Броновна, а у вас же сегодня выходной? Уже нет. А у меня есть еще хорошие новости для вас. Слушайте, мне-то ничего страшнее, когда вы так говорите. У вас слишком много страхов, вам с этим надо бороться. А у вас слишком много свободного времени. С этим тоже надо как-то бороться. Просто я хотел сказать, что для нашего пациента Алексея нашлось место в экспериментальной программе восстановления мозга, на котором вы меня так просили. Неужели? Но есть один момент. Ситуация с Лилией, с медсестрой, непростая ситуация. Но видите ли, Лили еще совсем молодая девушка и имеет право на ошибку. Мне кажется, что увольнение Бушуева – это очень жесткий ход. Есть какие-то другие способы. Наказание, когда человек остается на работе. Еще раз. Что вы мне сейчас предложили? Вы меня прекрасно поняли. Знаете, это уже за грани. Я даже не знаю, что сказать. И не потому, что у меня шантажа вроде. А потому, что вы делаете это в присутствии вашей пациентки, которая хоть и лежит в коме, но прекрасно все слышит. А вы цинично не обращаете на это внимания. Считай овощем. Но она не овощ! Ну, что я ценю вас, Анна Бронова, так это человечность. Жду вашего ответа. Что вы делаете? Мы пришли забрать нашего сына. А как забрать? Наташа, помоги Олегу, пожалуйста, в реанимации. Иди, иди. Почему вы летом делаете? Послушайте меня. У вашего сына травма грудной клетки, сломаны два ребра. Ушиб сердца. И скорее всего потребуется хирургическое вмешательство. Я повторяю, мы пришли забрать нашего сына. Как забрать? Вы не хотите оказать ему медицинскую помощь? Если у него сердце остановится. Ну, это же сердце, вы понимаете? Вы меня слышите или нет? Вы сможете забрать своего сына в любой момент, если он того захочет потом. Ты что, хочешь, чтобы тебя забрали отсюда? Вы слышите? Тихо, 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 сынок, тихо. Давно у него? Тихо. Давно. После полиамилита. У него был полиамилит? В два годика. Он 11 месяцев в пластом лежал. После этого он начал ходить? Очень редкий случай. Только чудо. Только чудо исцелило нашего ребенка. А что на спине у вашего ребенка? Что это за шрамы? Не знаю. Ну, он ударился, наверное. Так, мы переводим его в другую палату. Оденьте ребенка и оба в мой кабинет. Ну, что врачи-то говорят? Что все неплохо так, как думали. И что тебе худеть надо? Вот они лечить не хотят, вот и лепят. Толстый худей. Худой толстей. Паш, ну что значит лечить не хотят? Тебе вон уже тяжело ходить стало. Фух. Это смотря куда. За пивом не тяжело. А на работу, да, тяжеловато. О, соседи, здорово. Вы еду, главное, приносите. Кормят они здесь ничего, но маловато, конечно. О, кто-то придет. Лошка упала. Ты где это взял? Купил. Зая, ну это не только калорийно, это вредно. Слушай, вредно не смотри. Ты сейчас будешь нервничать, я расстроюсь. Обед! Обед! Давай, пока. Ну, что сказал брат? Приедет через час. Хорошо, выйдем через приемное отделение. Болезнь и так явился, и болезнь его была услышана. Почему сказал ему Бог? Что выпьешь ты ко мне? Из глубины, сказал Господь. Из глубины Господь тебе говорит. На Петрова запишите. Я не знаю, что ты записывал. Смотрите, я один раз прихожу, и могу попасть в пришел. Тань. Угу? Егор не может за меня словечко замолвить? Я бы на скорой пару недель отработал. Зачем тебе это? Ты понимаешь, в этом году надо в мед поступить. Край. А денег нет. Хорошо. Спасибо. Ну, я же сказал вам, я не пью. Ну, это же Иксу. Хорошо, оставьте в моем кабинете этот шкаф. Благодарю вас. Субтитры сделал DimaTorzok Двести двадцать на сто тридцать. Давай кубик клофелина. Доктор, вы представляете, она все, все утащила, все колбасу, сыр, все соленья. Правильно сделал. Спокойно, спокойно, я сердце слушаю. Давай еще себя до инфаркта доведи из-за колбасы. Да не из-за колбасы я, из принципа. Не старый же, еще мужик. Короче, надо решать. Либо холодец, либо жизнь. Не могу я без холодца. А давайте мы вам желудок зашьем? Чего? А правда, я очень хорошо делаю эту операцию. Но вы же сами ничего не хотите делать. Или все-таки справимся самостоятельно? Угу? Угу? Переворачивайтесь. Я еще раз повторяю, при таком ушибе сердца, операция может понадобиться в любой момент. Пожалуйста, подпишите ваше согласие. Мы пришли забрать нашего сына. Послушайте, его нельзя сейчас перемещать, резко менять положение тела. Невозможно его забрать сейчас, вы понимаете? Для Господа нет слова невозможно. Послушайте, я говорю вам, как врач. А врачи для нас вообще ничего не значат. Мы вам не верим. Мы верим в Господа. Угу. Смотрите сюда. Вот эта гематома. И она нарастает. То есть, она увеличивается. Любое движение этому способствует. В результате она сдавит желудочек и сердце остановится. Когда наш мальчик лежал пластом и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, никто не мог ему помочь. Даже врачи от него отказались. И только общинная молитва истины верующих людей свершила чудо исцеления. Как называется ваша община? Церковь вечной жизни. Мы живем по истинным евангельским заветам. Если бы вы читали Евангелие, глава 8 стих 6. Кто жалеет чадо свое, тот губит его. Вам бы проще было бы нас понять. У вашего сына шрама на спине, как будто его били розгами. И он резал себе вены. Судя по всему, ему тоже непросто вас понять. Во всяком случае, мы здесь не для того, чтобы обсуждать нашу веру. Мы пришли забрать сына под расписку. Послушайте, последствия вашего решения… Под расписку не получится. Это в обычных больницах можете взять ребенка под расписку. А в нашей нужно собрать определенное количество документов. Если вы настаиваете, я вам сейчас их напишу. Пожалуйста. Первая справка из психоневрологического диспансера. Вторая копия медицинской карты из школы, из районной поликлиники. И третья копия решения Раиса Беса. Заверенная нотариусом. Вы что, издеваетесь? Это же полный абсурд. Вам придется подчиниться. Согласны вы с этим или нет? Это уже десятое дело. У нас такие правила. Но мы можем хотя бы видеть нашего мальчика? Да. На общих условиях. Да, кстати, вот восстановление от 29 декабря 11-го года. Можете ознакомиться. Игорь Болисович, Олег, они к Кириллу вводят. Кирюш, стойте! Вы его убиваете! Да пошла ты! Ты чего? Охрана! Нет! Олег! Нет! Отойди! Анна Брынна, ты куда его? Шорик, в операционную! Быстро! Так, стоп! Стоп! Ну, вы еще за это ответите. Да. Пойдем отсюда. Парнишке понадобится время для восстановления. Очень истощен. Ну, надеюсь, он справится. Зажжем? У Кирилла же не только в брыжейке делал? Нет. Скорее всего, у мальчика был не полиамилит, а какая-нибудь менингококковая инфекция, давшая осложнение на ЦНС. Отсюда и псевдопаралищ, и потом спонтанное лечение, расстройство нервной системы, тик. Давайте я сама. Вы же не видите ничего. Как там ваш пешеход? Опухоль. И отказ от операции, подкрепленной вашим экспертным линием. Бедняка еще не знает об отказе. Попробуй поговорить с главврачом. Спасибо. Так, надо снять побои и вызвать наряд. Наряд? Алло, Егоров, присылай наряд, девяностая горбольница. Насильственные действия в адрес несовершеннолетнего. Я слышал, ты подрался сегодня. Да так. Пытался пациента в больницу вернуть. А мне сказали, медсестру какую защищал. Так вышло. Представляешь, этот парень, ему родители запрещают смотреть телевизор. Вообще. Это значит, что на нашей планете есть люди, для которых твоя профессия журналист не существует. А ты переживаешь. Олежек, подойди-ка. Выйди в коридор, тебя там спрашивают. Сейчас, подожди, Фархад. Скажи мне честно, как врач врачу, какое у нее состояние? После всех тестов рентгенов, ничего определенного. Скорее всего, психогенный фактор. В любом случае, сейчас ей нужен покой. Так что, ты сейчас спокойненько выходишь в коридор, и спокойненько договариваешься с полицией. Давай. Спасибо. Значит, вы лично видели, как Стахновский Олег Юрьевич напал на Карташова Виталия Ивановича? Напал и поставил синяк. Вот. Смотрите, у нас здесь все зафиксировано. Я хочу сделать заявление. Операция по удалению гематомы сердца проходила по витальным, то есть жизненным показаниям. Оперативные вмешательства подобного рода могут проводиться без согласия на то пациента или его опекунов. Второе – операция прошла нормально, состояние пациента тяжелое, самостоятельно не дышит, находится на аппарате ИВЛ. Так, подождите, подождите. Давайте все по порядку. Нами были обнаружены следы многочисленных травм, различной степени тяжести, полученных в разное время. Так, например, у Карташова КВ сломано несколько ребер, переломан нос, а также рубцы, полученные в результате избиения розгами. В каком смысле розгами? В прямом смысле. Били прутами. Я не травматолог, но могу с большой вероятностью сказать, что били часто и сильно. Это все вранье и у вас нет никаких доказательств. Есть рентген, шрамы, рубцы, есть синяки, гематомы сердца. Просто интересно, а с кем мог играть в футбол ваш сын, учитывая его специфику поведения и характер? Возникает вопрос. А как можно отдавать недееспособного парня после серьезной операции в руки неадекватных, как мы видим, сектантов? Разрешите. Так. Абсурдное новое образование, височные доли. Это четко локализованная опухоль. Стой. Что тебе она сказала? Причем? Вы с Анной, случайно, не родственники? Что вы себе на одно место все время приключения ищите, а? Просто Анна Бруновна считает, что это его шанс. А Трубисон, он готов попробовать? Ну, я и с Олегом уже говорил. Даже я, не практикующий хирург, понимаю, это нереально. Ну, почему? Ну, делают же такие операции. В некоторых клиниках Америки и ФРГ. Но не у нас. Ну, надо же когда-то начинать. Не у нас, Игорь Полисович. Не у нас. Игорь Полисович. 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 Ну, как ты думаешь, она выздоровеет? Том. В жене. Она сможет когда-нибудь ходить? Не знаю. Когда-нибудь это закончится. Я с новостями, девушки. К сожалению, ничем не могу вас порадовать. Все плохой без меня. Я не смог договориться с Тимурычем насчет операции для Федора. Бесполезно. Французский. И где же вы его достали? Да, а тут доктору вашему пачками носят. А, трубиться он значит. Ну, у него можно. Да, а можно тогда, раз можно, еще один глоточек? Последний. Нет. Послушайте, я вам пришла сказать, что ваша опухоль неоперабельна. Вот. Но мы попробуем альтернативное лечение. Есть особая терапия. Может быть, все… Может быть, да. Я, может быть, умру без мучений, но без мозга ломов еще, да? Послушайте. Я вас не узнаю. Ну, что же, вы сразу отказываетесь бороться? А в жизни такой смелый – кидаетесь под колеса. Ну, под колеса – это бизнес. Работа с людьми. И потом, извините, там лотерея, а здесь моментальный проигрыш. Вымогательство и шантаж, работа с людьми? А мне их не жалко. Я даже больше вам скажу. Я им завидую. Чему вы завидуете? Да тому, что они нормальные люди. Только слабые. Невозможно шантажировать сильного человека. А этих… Ненормально быть таким, как я. Да. Бушуева вернется на работу со следующей недели. Вот приказ. Прежде я хочу видеть подписанное направление о включении Алексея Тишина в экспериментальную программу. Угу. Браво. Не ожидал он. Ладно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Да. А у нас мог бы быть уже ребенок. Марин. Что? Вашего мужа включили в экспериментальную программу по восстановлению мозга. Завидующий подписал направление. Что надо? Документы подписать сейчас? Вещи переезжать? Нет. Лечение начнется завтра. Завтра и подпишете. А теперь езжайте домой. Отдохните. Это означает, что завтра в суд я не пойду. Буду с тобой. Вот есть шанс, как вы говорили. Всегда есть шанс. Да, Леш? Слава же. Ну, смотри, вот я сегодня просто уже в норму. Привет. Здравствуй, дорогая. Давай присядем. Женя, ты что здесь? А бабушка? Мы поссорились. Так. Я еду с тобой. Анна Бронова, вы куда? У меня мама сегодня уезжает. Но это во-вторых. Так, а во-первых? А во-первых? У меня выходной. Бежим. Ага. Давай, давай, бежим. Ну, ты даешь. Когда заканчивается регистрация? Осталось 45 минут. Вон она. Где? Бабушка, повернись, мы здесь. Куда? Бабуль, я тебя очень люблю. Прости меня, пожалуйста. Я тебя тоже едка. Я так счастлива, что вы с мамой вместе. Бабуль, ты мой лучший друг. Спасибо. Позвони, когда летишь. Ну все, детка, мне надо идти. Что она сказала? Что очень рада видеть нас вместе. КОНЕЦ 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 ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ! Алло, Тань, ты где? Ну ты прав. А Ирина? Ясно. Пошла. Все. Что с вами случилось? Давайте другу! Что с вами? Кто? Окно? Я закрыла окно! Я закрыла окно! О, Господи! Тихонечко. Все хорошо. Вот. Все-все-все-все. Вот так. Все. Так-так. Все. Все, все-все-все-все. Все. В Store. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ты что? Может, это просто вообще не твое? Мам, ты дашь мне проснуться? Медики, между прочим, так долго не спят никогда. Они встают. Ни свет, ни заря. Тебя вообще это все не интересует. Ты даже не знаешь, как устроена больница. Мам, я твою больницу знаю лучше, чем свою школу. Ты не знаешь, как проходят приемы, ты не знаешь, как проходят лечение, как проходят операции. Тебя это вообще не интересует. Ты вон, какое-то время назад хотела актрисой стать. Мам, мне было 10 лет. А после этого ты хотела стать фотографом, потом журналистом, психологом. Я все, между прочим, помню. А сейчас вообще всю ночь проводишь в баре. Естественно, когда заниматься? Мама, я хочу стать врачом. Угу. Иди его завтракай. Врач. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как дела-то? Для тебя у меня всегда все прекрасно. Ты всегда так будешь со мной, да? А ты? Всегда вот так вот будешь по любому поводу сюда бегать. Я что, не вижу? Послушай, мы с тобой разводимся. Дочь тебя видит, все прекрасно. Завидите кого-нибудь, а? Смешно. У меня там ребенок в машине, который у вас в отделении был. Так вот, я их снова привез. Понимаете? Игорь Борисович, и насчет Федора. Пришли результаты обследования, которые его назначили. География показала... Анна Громовна, Игорь Борисович, товарищ Снежан и Соня их вновь привезли. Я за Босси. Буся! Господи! Простите меня, ради Бога! Я... Да все, не переживайте, не переживайте. Давайте я вам, давайте я вам халат дам другой, новый. Документы компании, которые все равно в суде завтра банкротом объявят. Но вы с ними работали? Да я просто просматриваю, я не знаю. Вы же переезжаете сегодня в другое отделение? Да. Простите меня. Возьмите, переоденьтесь. Спасибо. А вы Босю искали? Да, я Босю искала. Хотела, чтобы она с Соней с девочкой посидела. Соней? Они с матерью опять оказались у нас. Я посижу с ней. Босю вернется, с Лешей побудет. Леш, я пойду с девочкой посижу и вернусь. Хорошо? А они где сейчас? В Сестринской. В Сестринской. В конце коридора. Все хорошо, это не проблема, серьезно. Господи. Как он называется? Ты помнишь? Стетоскоп. Стетоскоп. Правильно. Помнишь, как мы играли? Ты же играла со мной вместе. О, я вас нашла. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы новенькая вместо Лили? Интересная перспектива, я над этим обязательно подумаю. Вообще, я к Сонечке от Анны. О, наконец-то смена пришла. Все, пока, Сонечка. Если что, я в приемной. Хорошо. Привет. 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 У нас с тобой одинаковые штаны. Да? Розовые. А смотри, что у меня для тебя есть. Та-дам. Привет, Соня. Я твоя. Давление в норме. 130 на 80. Пульс 80. Состояние стабильное. Там надо спуститься в приемной покой. Та-дам, приемной. Та-дам. Как ты себя чувствуешь? Как при беременности? Седьмая неделя где-то примерно. Примерно, да. Олег, что мы будем делать? Как скажешь, так и будет. Мне нужно, что б ты сказал. Я не знаю. Наташа, я скучаю по тебе. А я по тебе. Все равно с ней останешься? Почему? Потому что ты никогда не бросишь женщину, которая никогда не будет ходить. Почему? Я... Я не могу сейчас... Олег. Здравствуйте. Здрасьте. Привет, Женя. Да, я все сделала. Практическую работу сделала и положила вам в почтовый ящик. Ага, я заеду. Все, до свидания. Все, до свидания. Она же нормальная. Так. Канонерская лодка построена в конце девятнадцатого века. Водоизмещение тысяча двести тонн. Войдите. Доброе утро, Руслан Тимурович. Что-нибудь с мамой? А, да нет, с мамой все в порядке. Я вот по какому вопросу. Я хочу побыть у вас волонтером. Ох, волонтеры у нас не практикуются. Вот поступишь в медицинский институт, получишь направление и тогда вот. Но чтобы куда-то поступить, надо точно знать, хочешь ты этого или нет. А как я могу знать, если я даже не знаю, что здесь происходит? Я вон сорок лет тут работаю, и до сих пор не понимаешь, что тут происходит. Ну тогда тем более, вам нужен свежий взгляд. Не измутненный. А у меня, значит, измутненный. Ну, конечно. Вот. Это у вас канонерская лодка, правильно? Правильно. Построена в конце девятнадцатого века. Водоизмещение тысяча двести тонн. Скорость пятнадцать узлов. Четырнадцать. А где у вас минный катер? Вот, второй. Второй минный катер пока не готов. Стоп, оттуда ты все это знаешь, девочка? А? Твоя взяла. Юнга. Будешь проходить практику? У Игоря Борисовича. Это зав. отделением сердечно-сосудистой хирургии. Там, где работает твоя мама. Руслан Тимурович, спасибо. Больше всего во врачах я ценю самостоятельность. Вот, если бы ты с мамой пришла, я бы ни за что не разрешил. Ладно. Беги. Спасибо большое. Все, прям, чтобы закрыть. Быстро. Так, вот так. Все, все это сделать. И вот потом, да, вот так, да. Как у нас дела? Хорошо. Как у нас? Хорошо. Хорошо. Малыш, а что у тебя на щечках? Что у нас на щечках? Боже мой. Это комарики. Комарики? А вы шоколад ей давали? Ну да, мы шоколад ели, да? Ели? Так у тебя же диатез. Ну-ка, пойдем со мной, сестринская малыша. Я доченьку свою мазала этим раствором всегда. Один раз в лес поехали, она объелась в землянике. Я ей намазала, и все прошло, Сонечка. Пойдем найдем Босю и навестим маму. Прям сезон дождей. Слушай, Даша, я вот думаю, хватит тебе здесь торчать, надо забирать тебя домой. Дома будем тебя наблюдать. Больше хороших эмоций, скорейший путь к выздоровлению. И знаешь что? Будем делать все, на что раньше не хватало времени. Приговорились? Ну, например, поедем куда-нибудь, полетим. Хочешь? На Кубу. Собаку еще одну заведем. А я думала, ты скажешь ребенка. Мамочка скоро проснется. А мы давай погуляем? Ну, опять не так. Послушай, там нужно правую, сначала правую, потом левую. Только не так туго. Аленка не любит, когда туго. Здравствуйте. О, еще французские косички красиво получается. Это я для дочки. Она на выходные приезжает. Утром просит косичку запустить. А я не умею. Работайте, работайте. Научился? Иди работай. Я могу повидать Анастасию Максимовну в Тягачеву. Вы знаете, к ней сейчас нельзя. Ну, а в виде исключения? Тоже нельзя. У нее все на день рождения. Я вот поздравить пришел. У меня сюрприз для нее. Вы знаете, она находится сейчас в очень тяжелом состоянии. И что, так все серьезно, да? Пока к ней нельзя. Я подожду тогда. Я тогда за врачом схожу. Она вам все объяснит. Да, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Алик, я увольняюсь. Иначе паническая атака начнется у меня. Не надо никуда увольняться. Я сворачиваю все программы, увожу Дашу домой. Сегодня вечером или завтра утром ее не будет. Мне, пожалуйста, солянку и бестроганов положите. А можно к тебе? Приятного. Иди ко мне. Идите, моя хорошая. А Соню, когда ко мне перейдут? Снежан, ты что-то не помыла? Соня сейчас пройдет лечение. Но ребенок с пороком сердца считается инвалидом. Если ты там в клинике не слезешь с наркоты, она не просто попадет в детдом, она попадет в детдом для инвалидов. Я думаю, не стоит объяснять, что это значит для ребенка. Я понимаю, я постараюсь. Каждую неделю ты будешь сдавать анализы на токсины. Я каждую неделю буду их проверять. Хорошо. Я поняла. Возьмите. И вещи. Бося, я на ход переоденусь, а ты собирай Соню в кардиоцентр. Здравствуйте. Ой, извините. А я вас, кажется, знаю. Вы дочь к маме был нужна. Женя. Ну я, наверное, попозже зайду. Да нет, нет, проходите, проходите, проходите. Проходите, Женя, проходите. Кашу будете? Будете. Саживайтесь. Главврач разрешил мне понаблюдать за работой врачей. Ну вот и направила к вам. Вамечательно. Обалдеть. Я не думала, что каша может быть такой вкусной. Ну пусть это будет самым незначительным для вас открытием из жизни врачей. Обход будете проводить со мной? Ну конечно. Хорошо. Начнем с приемной, потом реанимация. Здорово тут у вас. Прям как дома. Лучшего дома у меня нет. Ваша жена, наверное, обижается, когда вы так говорите. У меня нет жены. А почему? Здравствуйте, Анна Бруновна. Здравствуйте. Я по направлению. Вы кашу будете? Так. На УЗИ его отвезите. Адрес не менялся? Да у меня вообще ничего не менялось. Мне вообще от вашей больницы, как постоянному клиенту, подарок положено. У меня день рождения скоро. Поздравляю. Спасибо. Вот и отпразднуем вместе. Девушка, журнальчик не желаете? Модный. Какой выпуск? Вот последний. Нам. Ну хватит дуться. Ну ты сама говорила, что я не проявляю интереса к профессии врача. Вот проявляю. Все будут думать, что я не забочусь о своей дочери. Мам, все будут думать, что твоя дочка уже самостоятельный человек, а не ребенок. Мне так, между прочим, Руслан Тимурович сказал. А про взятие на абордаж нашего главного врача я наслышана. Жень, иди сюда. Так, посмотри, что скажешь. Ну, походу, его крепко побили. Молодец. Шерлок, ну а по медицине? Ну, какой у меня был порядок действий? А, ну, вы сначала его осмотрели по поводу травмы поломанных костей. Вот. Ну, по поводу ушибов, кровотечений. Ну, дальше. Зрачки проверяли. А, и они не реагировали. А такое бывает при сотрясении мозга. То есть, надо сделать рентген черепа, измерить кровяное давление и сделать УЗИ брюшной полости. Правильно. Надо еще взять кровь на общий анализ, мочу, сделать рентген грудной клетки, проверить на переломы. И вызвать травматолога и хирурга для осмотра, если мы кладем пациента в стационар. Молодец. Анна Бруновна, Анна Бруновна, там в реанимации Федор стоит и никуда не уходит. Как у вас дела? Да вот, сижу, думаю о будущем. И с вашей опухолью у пациентов происходит ремиссия? С моей опухолью происходит вот как. Мне доктор сказал. Думаю, вот местечко себе присмотреть. Так давайте мы вас сразу сюда и переведем. Вы что, издеваетесь? Нет. Это вы над собой издеваетесь. Зачем вы себя хороните? Наблюдение, терапия. Кто знает, что будет. О своих успехах и достижениях печетесь. Правильно. Между прочим, вам тут помочь хотят. А, извините, а детки вместо врачей в больнице, это сейчас нормально? Это вы ведете себя как ребенок. Нечего вам здесь делать. Давайте в палату. В палату, быстро, быстро. Давайте. Идите, идите. А что с ней? Кома. Здрасте. А мы переезжаем уже в экспериментальное отделение. Анна, я хотела вас поблагодарить. Я буду вас навещать. Вы, главное, не переживайте за эксперимент. Это лучшее, что можно сделать. Не будем загадывать. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Слушайте, ну вы удивили вчера просто. Молодцы. Слава Богу, что с полицией все обошлось. Да уж. А то посидели сейчас с доктором Стахновским. В тюрьме. Перестукивались бы. А что случилось? Да, вчера родители пациента затеяли драку. Олег заступился за Наташу, а твоя мама вернула пациента в больницу. Вот за это их могли и взять. А как тетя Наташа? Она же беременна. Все в порядке? А как вы себя чувствуете? Ну, Фархад убежден, что ключ от ног у нее в голове, а Трубитсин, естественно, сказал, что главное это наблюдение и контроль. А вот и Наташа. Напугала я вас вчера, да, Наташ? Здравствуйте. Не надо было, конечно, вас так тревожить. Вы уж простите меня, пожалуйста. Знаете, если бы Наташа вчера мне не помогла, я не знаю, что было бы. Ну, мы поехали. Да, давайте продолжим обход. Счастливо. Евгения Сергеевна. Счастливо. Прошу вас. Здравствуйте. Вы не разрешите мне к Тягачевой пройти? У нее день рождения сегодня. Смотря кем вы ей приходитесь. Я? Друг. Критическое состояние больной допускает посещение только ближайших родственников. Иногда, знаете ли, друг лучше ближайших родственников. Вот так вот Господь дарил тебе человека, а ты проходишь мимо, не понимая, что это судьба твоя. А потом жизнь тебе объясняет, что ты ошибся, не заметив этого человека. Не получилось. Ну, может быть, хоть последний денек-то можешь с ней побыть? Мам, Игорь Борисович, упустите его, пожалуйста. Здоровье – это состояние полного физического… Ну, пиши, пиши. Ну, пишу. Здоровье – это состояние полного физического, духовного… Подожди. Духовного. И социального благополучия. Развезьте, пожалуйста. Анастасия Вселенченко. Смотрите. Все. Вот эти ее все 19 премьер. Кстати, это ее лучшая роль. О, вы еще не поженились? Да, кстати, у вас там пациент в четвертой палате бухает. Анастасия Вселенченко. Анастасия Вселенченко. Федор. Тихо-то. Лиля приступает сегодня вновь к своим обязанностям. Применяй, Таня, пожалуйста, график. Хорошо. Дежурство. Давайте мы сюда. Девушки, извините, что отвлекаю. Просто сегодня мой последний день в больнице. Хочу вот доснять свое кино. И вы мне все нужны, и вы тоже, Наташа, обязательно. Хорошо. А вы новенькая? Новенькая. Я старенькая. Просто никогда вас раньше не видела, Дарья, Лиля. Очень приятно. Да, мне тоже. А что за фильм? Ну вот, про вашу больницу. Даже точнее не про больницу, а про медсестер. Про тех, кто ближе к пациентам, так сказать. Анна Бруновна, там Федор исчез. Даша, у нас ЧП. Лили, довези Дарью до палаты, всем искать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Здорово. Привет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сдавайте на рев, мужики! Один стрелок! Нападение на ужас! Барка быстрее! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А про вчерашнюю дураку искали? В чем там дело-то было? А, да чего там рассказывать? Ну, заступился доктор Олег Стахновский за свою любовницу. Ну, что такого? За кого, простите? За Наталью. Ну, просто у нас у каждого доктора есть своя медсестра. Понимаете, о чем я? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У них, кстати, давно уже отношения. Так, а ну-ка, марш по палатам, сейчас обход будет. Так. О! Ну, Дарья, а вот и наш зимний сад. Оставьте меня здесь, пожалуйста. А как же история? Вы уже рассказали. Я тогда пойду. Сегодня в центре Москвы молодой человек расстрелял из огнестрельного оружия офис одной из крупных строительных компаний. Все пострадавшие срочно доставляются в ближайшие больницы города. Источники сообщают о большом количестве жертв. Речь идет о 12 погибших и более чем о 20 раненых. Друзья, нам понадобятся все ресурсы отделения. К нам везут 8 человек тяжелых. Надо подготовить все необходимое. А раненых еще больше, около 20. Все в критическом состоянии. Убийца стрелял из автомата Калашникова, так что у тебя же сторонение, можешь себе представить. Заполнительная бригада нам надо обеспечить. Пока трудно говорить о деталях произошедшего, но очевидно, что преступник открыл огонь, когда в офисе находилось максимальное количество сотрудников. Как преступнику удалось зайти с оружием в офис компании, пока не ясно. Являлся ли он ее сотрудником и каковы были мотивы, тоже предстоит выяснить следствию. При службе МВД действует горячая телефонная линия с информацией для родственников. Кто не на ВЛ, всех в палаты. Освобождаем реанимацию. Медперсонал, разбивайтесь на пару. Работаем врач с сестра. Лилия, работаешь с трубицей. Нет, я не буду. Решай с ним этот вопрос сама, пожалуйста. Будешь, будешь. Все, все в приемную, кроме Петрова. Почему кроме Петрова? Потому что Петров ищет своего пропавшего пациента. Пока не находит, на смену не выходит. Еще, Женя, работаешь со мной, к врачам не идешь. Олег, она беременная. Молодой человек, молодой человек, вы слышите? Вы слышите? Вы слышите, вы ранены? Это ваша кровь, это ее кровь. Ну, помогите, пожалуйста. Она беременная, я за пиццей пошел. Умываться, иди умываться, иди в туалет умываться. Умойся. Спокойся, спокойно, иди к Наташу. Наташа, тебе что, плохо? Что с тобой, Наташ? Наташа, тебе плохо? Нет, нет. Иди домой. Лиля, Лиля, проводи ее, пожалуйста. Олег Юрьевич, проводи. Олег Юрьевич, там пациентка с стабильностью на кардии. По-моему, инфаркт. Пойдемте быстрее. Эй! Эй! Ты чего? Тихо, тихо, тихо! Тихо, 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 тихо! Нет, 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 нет! Подождите! Помогаем. Разворачивай. Какой срок беременности? Восемь месяцев. Закройте дверь. Лиля, бегом, бегом, бегом! Срочно ищем свободную операционную. Не убегай, мне нужна твоя помощь. На руку! Стрелай! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мама, Игорь Борисович Петров нашел Федора, он выпал из окна Ссадины черепно-мозговые, он потащил его на КТ Вы проассестируете? Без вариантов, беги за Олегом, встретимся в операционной Анестезиологи, кто свободен? Операционная 3017 Шурик, не выходи! Девушка, вы из какого отделения? В сосудистой хирургии Куда мы его сына положили? Долгов Андрей Не знаю, может быть и к нам Езжайте вместе с молодым человеком, он вам все будет объяснить Спасибо Бегом, 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 бегом! Анастасия Алексеевич Вы прощает навык Подождите, вы гинеколог? Пошел вон! Молодой человек, молодой человек! Вы случайно не знаете, что там случилось в этом офисе? Кто стрелял? А, нет, меня там не было А с вами все нормально? Все в порядке? Да-да-да Как состояние? Плохо! Оставьте свои ветки и занимайтесь головой! Ребята, время! Если все готовы, то можем начинать! Но, Федя, не подведи на этот раз! Стойте! Под гематомой опухоль! А гемодинамика в норме! Это означает, что ему повезло! И он перенесет операцию на мозге прямо сейчас! Олег, вызываем Трубицина! По скале Абгар, пять-шесть баллов! Иди, сообщи мужу о смерти! Вообще-то это объявляют врачи, а не сестры! Я никогда этого не делал! Я тоже никогда раньше рода не принимал! Давай! Вперед! Бегом-бегом-бегом-бегом! У вас, мальчики, все в порядке? Не волнуйтесь! Константин Евсеевич его реанимировал! Сейчас его в перинатальный центр отвезут! И там его выходят! Подождите, а жена? А жена ваша умерла! Быстве и grab dashи! А вот. Я тебе покинал рэп Эпила и ставили на военную тему планету! Девушка! Девушка, я сына своего так и не нашла! Вам ничего не сказали? Нет, сказали только то, что он здесь! Сейчас! Да стойте же вы! Да вы что? Успокойтесь! Девушка, вы не понимаете, у меня сын единственный, я все отдам, все! Ради Бога, помогите, спасите ему, вот возьмите, я отдам, все! Он не может умереть! Уберите, пожалуйста, деньги, во-первых, во-вторых, успокойтесь! Вы мешаете мне помочь другому пациенту! Подождите, сядьте на скамейку и успокойтесь! Женя, иди сюда! Держи маску! Сушу! Готовимся к регуляции! Зажим! Состояние стабильное, продолжаем! Образец на гистологию! Надо ввести его в состояние искусственной комы на время выздоровления и в реанимацию! Потом к тяжелым! Тем более, что он так туда рвался! Писки пострадавших готовы! Что после укропа? Реанимация! Охранный обеспечник! Что у нас по родственнику пострадавших? Мы сейчас ведем оповещение родственников! Почти все укропы! Мужчина, 40-45! Геморрагический шок! Может быть, два кубика дурника! Олег! Сделай три! Почему весь коридор в полиции? Я сейчас расскажу! Держишь? Здоровый, а! Пойдем! Стрелок! Убийца? Да! После всего стрелял в себя! Легко отделался! Это Андрей Долгов? Да! Это Андрей Долгов! Олег! Он жив! Фибрилляция! Брось! Я его три раза заводил! Это случайный импульс! Да брось! Брось! Отключайте его! Не отключаем! Ань, брось! Ань! Разряд! Отходим! 300! Ань, брось! Он мертв! Разряд! 360! Тебе крышу снесло? Я тебе русским языком говорю! Он умер! Мало ли, что ты мне говоришь! Что значит, мало ли? Я врать, а ты нет! Разряд! 360! Ты ему потом объяснишь! Я тебе говорю! Операцию он вряд ли переживет! Давайте его во вторую операционную! Анна Броновна! Я думаю, Жене хватит на сегодня реанимации! Женя! Да, конечно, хватит! Женя, пойдем! Пойдем, маленькая! На сегодня мы закончили! Кузнеченко! Да, мой! Да, мой! Состояние тяжелое, прогноз благоприятный! Операция прошла хорошо! Мамедов! Я! Состояние крайне тяжелое! Кроме сердца задет еще и печень! Переведем в хирургию! Долгов! Долгов! Я! Операция еще идет! С вами хотят поговорить, господа полицейские! Губашова! Губашова! Ребенок переведен в перинатальный центр! А когда мы можем забрать Лизу? После судебно-медицинской экспертизы! Примите мои спорты! Продолжение следует... Лиза! Лиза, ну подожди! Ну хватит! Ну все закончилось! Что ваш сын делал вчера? Вчера дома был. По телефону разговаривал со своей девушкой. Они все время то ссорятся, то мирятся. Утром ваш сын открыл стрельбу из автомата по своим коллегам. Откуда у него оружие? Оружие? Я не знаю. Вам придется приехать с нами. Пациент Андрей Долгов пришел в себя, но говорить он пока не может. Состояние стабильно тяжелое. Я могу допустить высечение матери, если вы дадите на это разрешение. Только в нашем присутствии. Вы пока присаживайтесь. А как фамилия девушки? Макарова. ЗВОНОК В ДОВЕРТ ЗВОНОК В ДОВЕРТ Мам. А почему ты его спасла? Не знаю. Сама не понимаю. Есть такая сила, которая тобой управляет. Может, не пойдешь сегодня? Тем более, мне не очень нравится твоя работа. Знаешь, мама, по сравнению с этим ужасом, моя работа в баре просто праздник. Я подумала, может, мне вообще не становиться врачом. Ну что, Жень, с боевым крещением тебя. Девушке предлагаю это отметить. Вы как? Я не против. Прекрасно. А можно я к вам? Пожалуйста. Пожалуйста. Ничего себе болевает. Здрасте. Ну что, скучаешь? А у нас завгар сегодня, представляешь? Думал, что у меня колодки старые. Вот клоун. Алло, регистратора. Давай в воскресенье все вместе в кино пойдем на мультики. Угу. Давай. Алло, регистратора. Я всю жизнь хотел быть особенным для тебя. Как те зрители, что опаздывают на спектакль. После третьего звонка заходят в зал. А их замечаются, на них оборачиваются. Только свет уже погас. Их лица-то никто не видит. unts. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА Зачем ей в медицину? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пусть сама решается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА